На четвёртый финиш и на восьмой. Запомнили? Кого получится первым заехать на четвёртый финиш и на восьмой? Две стилей. За каждый финиш. Ну, 10 кругов мы едем. Всё, информация есть. 40 километров. Итак, готовы к старту? Да, я спрашиваю. Готовность боевая, пожалуйста. Стоп, стоп. Назад. Он сказал. Поехали. Чемпионат Молдовы по шоссеному велоспорту в городе Аргееве. Второй год подряд принимает нас примар города Павел Бережану. Спасибо. И мы будем болеть за участников. По 10 кругов, 40 километров. 10 кругов по 4 километра. Ну что ж, будем снять внимание на пешеходных переходах. Уважаемые жители, будем переходить, смотреть, чтобы не сбили гонщики. Скорости большие, хоть и пригорок. Я подхожу. Хотелось бы спросить Авелина, как самочувствие. Оставь меня в покое. Оставь меня в покое, я иду к следующему. Итак, примарь города Павел Бережану. Он в прошлом году действительно, мы обговорили этот момент. И мне было интересно, вот мы в Аргееве собираем, думаю, как Павел вспомнит, что мы говорили нет. Нет, таки, все серьезно, 10 велосипедов. Вместе с Дином Суркановым, вместе с командой друзей. И все-таки пару слов. Вот он уже отдышался, да? 4 километра все-таки. Спасибо, да, дорогая федерация велоспорта, вы просто красавцы. Спорт, конечно, это праздение жизни, это здоровый образ жизни. Советую всем аргеевчанам перейти на велосипеды, у нас будет самый зеленый город в Молдове. Спасибо. Ну, тренировались, тренировались, Павел? Готовились? Ну, как вам, где был самый тяжелый момент? В этот подъем, да? Этот подъем немножко ударил по ногам, да? Да, уже был тяжелый момент, как я? Чу-чу-чу. Да, как, как обычно, в последнее 100 метры, это самая сложная. Существенные эфоты, мне спар, что-то очень-то, не важный. Но, когда прошла колоану, я слышал, почему я не могла что-то еще много, чем-то устроен, еще и устроен, так же, или так. Любим, в первую очередь, федерации циклистов, в фронте с домом Шори. Любим, дома, премар Павел Дережану, за закрыть. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Кстати, какой-нибудь велопробег не планировали по центру города? Что-нибудь организовать в виде марафона, полумарафона может быть? Да, надо будет подумать, именно полумарафон можно здесь провести, очень будет красиво. Был триатлон в Киеве? Отлично! Был, был триатлон, все-таки вы провели первый триатлон в этом году, потому что уже 2-3 года не было из-за пандемии. Браво! Гаргеев лучший! Все правильно! Я поддерживаю Павла Бережану. Действительно, спортивная столица сместилась с Кишинева в Баргеев в это прекрасное место на карте нашей страны. Так, девочки, когда вы узнали, что вы будете ехать тоже? Когда вы узнали? За неделю? За две? А в прошлом году вы не верили, правда? Думали, Павел шутит, правда? Ага, Павел... А? А, вы предложили, знали, что Павел, если зажегся, то, значит, все будет. Хорошо, молодцы. Итак, мы ждем прибытия гонщиков на первый промежуточный круг. Вот-вот уже должны появиться. Машина сопровождения уже видна с мигалками, значит, рядом гонщики. Да-да, вот подъезжает, я вижу, вторую машину, значит, сейчас с минуты на минуту. И вот поехал пелотон. Группа пока компактная, сдалека видно, что еще не разорвались. Сначала гонки, все только вкатываются. Хотя бывает, что и уходят с первых метров гонщики в отрыв. И потом и группа догоняет. Здесь не получилось, видимо, повороты мешают уйти. А может быть, по тактике еще не время. Увидим по гонке. 10 кругов ехать гонщикам 40 километров. Внимание, пешеходы приближаются. Группа с гонщиками. Детки, внимание, родители с детьми, маленькими. Уходим в сторону с дороги. Уважаемые мамы с детками, уходим в сторону. Идет сзади велогонка. Вас посмотрите назад. В сторону, пожалуйста. Будьте внимательны. Спасибо. Итак, пилотон немножко растянулся. Но основная группа держится компактно. Первый круг закончился. Пошли на второй круг. Ребята, догоняем, догоняем. Небольшая дистанция. Надо догнать. Видите, группа вытянулась. Более младшие кадеты не выдержали темпа. Более старших. И чуть-чуть подостали. Но все. Все у них впереди. Есть шансы догнать. Восстановить дыхание. Давай, давай. Поехали. 63-й проехал. 80-й. Браво. Младшие юноши. Со старшими тяжеловато им гоняться. Но учатся, учатся у старших. Как распределяться по дистанции, как ехать. 68-й номер проехал Ротару Михай. Город Кишинев. Поехали, друзья. 75-й, вижу, засветился Воловей Марин. Работаем вместе, друзья. Вместе становимся командой. Догоняем. В велоспорте, когда 4 или 5 гонщиков, они могут друг другу помогать. И вот девушки наши. Младшая девушка Магилдия Екатерина. Вместе с мальчиками у нас участвует 13-летняя девочка Магилда Екатерина. Вчера она проехала 26 километров против ветра сильнейшего. Раздельный старт восстановилась. И вижу, наряду с мальчиками, вместе с ними крутит сегодня 40 километров. Пожелаем ей удачи. Она самая юная у нас участница, 13-летняя. Магилдия Екатерина. Моссуместер, Мосс. Моссуместер, Мосс. Итак, у нас второй круг 40-километровой гонки и кольцевой. По прекрасной трассе, по прекрасному покрытию города Аргеева. Сегодня ваш город стал образцовым в Молдове. По многим параметрам, по многим показателям. Уют, чистота дорог и, конечно, отсутствие ям радует. Настолько мы привыкли к ямам на дорогах, что в Аргееве просто фантастически выглядит покрытие. Не верится, что это у нас в Молдове, но это факт. Аргеев впереди Молдовы всей. Подал пример, как можно благоустраивать свои родные города. Браво! А мы ждем участников на финиш второго круга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Итак, у нас кольцевые гонки, 10 кругов, 40 километров. Вот-вот приблизятся гонщики на финиш второго круга. Четвертый будет промежуточный, будет разыграна премия 200 селей. Четвертый круг должен более скоростной быть. Вот гонщики спустились на основную центральную улицу. В прошлом году были падения на этом спуске. Было отсюда даже видно. В этом году, вижу, компактно едут, молодцы. Выводы сделали, где опасные участки на трассе. Сегодняшнюю гонку первые в истории чемпионатов можно видеть в прямом эфире. Компания Директ Медиа Групп обеспечила прямую трансляцию на Фейсбуке и Винстаграме. Надо зайти на страничку Федерации велоспорта Молдовы, а также Аргеевская примария страничка и консилиум в муниципе Архей. По этим трем страничкам идет прямая трансляция. Внимание! Итак, у нас скоро близится финиш второго круга. Вижу машину. Так, внимание всем зрителям, детки. Пожалуйста, будьте внимательны. Приближаются гонщики. Вот они уже видны в полукилометре от нас. Будьте внимательны при переходе дороги. Экологический транспорт не издает звука велосипед, поэтому тихо будут приближаться. Будьте внимательны. Итак, внимание, группа по-прежнему держится компактно. Никто не уехал в отрыв. Или не хотят, или не могут. Это неизвестно. Мы потом спросим у победителей, какая тактика была внимательна через дорогу. Приближаются гонщики. Уважаемые мамы, папы, следите за детками. В этот момент, конечно, очень опасен на кольцевых гонках. Надо быть очень внимательными при проезде гонщиков. Итак, у нас нарисовалась группа компактных лидеров. Браво! Второй круг закончили. Давай-давай догоняй, еще чуть-чуть догнать группу, сидеть с ними. 62-й номер чуть-чуть подостал. Шансы есть за словец Адриан. Город Кишинев. Просвет получил, но думаю, доберет. Ему надо добрать. В группе ехать намного легче, чем в одиночку. Кто ездил на велосипеде против ветра, это понимает меня, что такое ехать против ветра. В группе намного легче, так в велоспорте. Друзья, догоняем, догоняем. 88-й номер. Младшие юноши проехали мимо. Про Копишин, тренер Юрдик Террасполь. Один из самых младших участников. Ему тяжело, конечно, с старшими. Он подостал. 69-й номер промчался Абабе Александр Кишинев. Терпим, терпим, едем. Молодцы. Догоняем, вдвоем работаем и догоняем группу. В велоспорте в одиночку трудно догнать. И поэтому обычно, кто отстал, объединяются в парные команды. Такие небольшие. И вот как сейчас ребята вдвоем едут, помогают друг другу против ветра. Помогаем друг другу вдвоем догоняем. Меряемся сменами. Кто работает против ветра, потом сдает смену. Выходит второй участник и помогает. И вдвоем едут намного быстрее, чем один. Один в поле не воин в велоспорте. Только в раздельном старте по одному. Едут. А в групповой гонке надо быть с кем-то, как минимум вдвоем. Хотя есть, конечно, и спортсмены, которые в одиночку выигрывают соревнования. Есть классные, первоклассные, мировые, конечно, звезды, которые могут в одиночку выигрывать у двухстах человек. Как минимум. Поехал, поехал, браво. Младшие юноши работают. Второй круг заканчиваем. Второй круг, молодцы. Вот болельщики болеют за Ваню. Друзья, наверное. Брат ты кто? Брат, друг? Да. Брат. Да, занимаешься велоспортом, нет? Занимаюсь отлоном. Отлоном занимаешься. А почему, так ты же вчера ехал или нет? Нет. Еще пока не готов участвовать, да? Но на следующий год будешь готовиться на следующий год? Да. А триатлоном где выступал? Варгеев был на триатлоне? Третье. Третье место ты занял, да? А как тебя зовут? Андрей Бастан. Андрей Бастан, город Кишинев, да? И в Аргееве ты занял третье место по своей младшей категории. Поздравляем. Андрей Бастан, триатлонист Молдовы. Вот он, пожалуйста. Браво. Третье место в Аргееве занял на триатлоне. Молодец. Он так скромно пока здесь болеет за Ванюшку. В следующем году будем болеть за тебя. Наверняка ты сядешь на велик, я уверен. Правда? Запланируешь, да? Поучаствовать. Давай. Тем более у тебя трое, да? Трое с вашей командой участвуют. Три человека триатлонистов, я знаю, здесь в Кишиневских есть. Ты не знаешь их? Знаешь их этих ребят? Три человека здесь. Павлов Кирилл, Павлов Андрей. Они с тобой в триатлоне. Они два брата, да? Два родных брата. Вот они сегодня участвуют. Будем болеть за них. 74 номер. Закончил гонку. По правилам чемпионата, если Гольщик сильно отстал, он заканчивает, чтобы не мешать лидерам обижать его. 74 номер, браво. Спасибо за участие. Было тяжело, правда? Где было тяжело? На этом подъеме или были еще подъемы тяжелые? Нет, этот подъем только. Этот подъем был самый тяжелый. А как ветер? Сильный или не очень? Нет. В прошлом году ты участвовал? Нет. Нет. В прошлом году был сильнее ветер. Еще тяжелее ехалось. Ну, молодец, поздравляем тебя. Спасибо за участие. Завтра у нас будет еще одна гонка на призы примарии города Кишинева по Павлу Вережану. Завтра будет критериум, так называется в велоспорте. Кольцевая гонка с очковыми финишами. На финишах даются очки и побеждает человек по очкам. Это критериум. Это будет завтра. Сегодня идет групповая гонка чемпионата Молдовы по шоссе. Кто станет чемпионом? Открыли гонку команда консилиума города Аргеевы, команда примарии во главе с Дином Сурканом и Павлом Вережаном. Сегодня они проехали первые 4 километра по родному городу в формате гонки. И поняли, что дороги они сделали классные, конечно, но ехать все равно тяжеловато 4 километра. Надо тренироваться. Так, у нас девочка. Подъезжает Ольга из Кишинева, номер 14. Выскребец Ольга. Ольга, первый раз участвуете? В прошлом году вы не были, да? Нет. Первый раз. Как узнали про соревнования, от кого и когда? Через фейсбук я увидела объявление, что проводятся соревнования три дня, велоспорт, решила попробовать. А вообще тренируетесь дома после работы или после учебы? Катаетесь с кем-то? Нет, я месяц назад начала вообще. Ага. Ну кто, подружка подсказала или просто так поняли, что хотите? Ну, я попробовала первый раз триатлон в этом году. Мне понравилось, решила попробовать. Спасибо, отлично. Ольга подключилась к рядам велолюбителей. Спасибо, Ольга, за участие. Завтра еще одна гонка, да, в курсе на призы при Марии. Ольга впервые участвовала в этой гонке, не побоялась, хотя всего месяц на велосипеде. Браво, Ольга. Выскребец Ольга, город Кишинев. Так, внимание, у нас приближается на финиш третьего круга. Будьте внимательны при переходе, пожалуйста, с детьми. И без детей, кто переходит аккуратненько. Приближается группа на большой скорости. Внимание. У нас третий круг, смотрите, есть попытка отрыва. Уже готовят репетицию четвертого призового круга. Пока третий заканчиваем. Но уже пошли ускорения. Часть ребят пытается уехать в отрыв. Третий закончили, пошли на четвертый круг, который будет призовой. Пошли на четвертый. Итак, у нас, видите, уже было ускорение. Группа лидирующая разорвалась на три. Чуть-чуть подостали ребята. Шансы у них есть, конечно. Надо дотерпеть. Месси, Месси работаем. У нас едет Хотика Татьяна вместе с ребятами. 11 номер проехала мимо. Держит темп с пацанами. Молодец, Татьяна. Догоняем вдвоем, вдвоем. Мир, Родина, Анна. Давай, зацепись, зацепись за ребят. Потерпи. Тяжело в горку, знаю. Ехал в прошлом году. Этот подъем именно к концу. Финиш очень тяжело доезжать. Хотя вроде на вид он небольшой процент имеет. Но длинный. Так, следующий круг у нас будет за первое место. Промежуточный четвертый круг. 200 селей от Федерации велоспорта Макновы. Учрежден приз от спонсоров. 200 селей первому, кто заедет. Четвертый промежуточный круг. Посмотрим. Наверняка будет заруба. Вот падение. И вот первое падение на повороте. Я увидел отсюда. Разогнался гонщик. Слишком сильно со спуска. Там, наверное, на камушек, возможно, наехал передним колесом. К сожалению, в велоспорте это обратная сторона медали этого прекрасного велоспорта. Это падение. 62. Будем надеяться, что все нормально. На этот гладкий асфальт аккуратненько приземлился гонщик. И все будет в порядке. В прошлом году тоже падали, но все было хорошо. Да, в велоспорте есть, конечно, этот момент, когда гонщик теряет концентрацию, либо не рассчитывает скорость, и велосипед уходит из-под ног. Это участь и удел, и профессионалы, в том числе, не только юных спортсменов, которые только учатся. Браво, втроем едем, держимся втроем и работаем. Вот эта тройка будет догонять основную группу. Догони, догони, и втроем работаем. Тяжело по одному ехать, конечно, и поэтому гонщики отчаянно пытаются догнать первых двух-трех, чтобы вместе с ними ехать в командную гонку так легче. Растянулась группа, разбрасывает дистанцию гонщиков по трассе, в зависимости от своих сил, на данный момент готовности. Конечно, со стороны кажется, что очень легко. Сел на велик и поехал. На деле, конечно, ветер и горы делают свое дело без подготовки. Очень тяжело долго и быстро ехать. Спортсмены весь год тренируются, готовятся к чемпионату. Это тренировки по 50-100 километров каждый день с тренерами. Едем, едем, друзья. Ага, все, закончили, да, приехали. Три круга проехали у нас. 104-й, 68-й номер. Спасибо за участие. Ротару Михай, город Кишинев, закончил. И 104-й номер. Нет у меня в протоколе, видно, только недавно он зарегистрировался. Для ребят гонка закончилась, их почти уже обогнали на круг. Внимание, пешеходам гонка растянулась. Будьте внимательны при переходе дороги. Посмотрите, пожалуйста, нет ни гонщиков. На велосипедах, друзья, не разминаемся, пожалуйста, на трассе во время гонки. Или максимально к машинам поближе, не мешаем спортсменам. Гонка немножко растянулась, будьте внимательны все. Итак, у нас младшие и младшие юноши борются с своими силами, с своим самочувствием, с ветром. Браво! Так, останавливаются 80-е и 70-е, да. Для них гонка закончилась, для Райляна Валериана. Все, спасибо, спасибо, друзья, за участие. Успели проехать три круга, отлично. Могил где Екатерина вместе с ребятами тоже заканчивает эту гонку. Где было тяжело, расскажи, где начала рваться группа? В начале подъема или в другом месте? Подъем. В подъеме все начинает рваться, да? А как на спусках, как машины? А, вот ты упал, да? Ты сейчас упал на спуске, да? Как тебя зовут? Воловей Марин. Воловей Марин упал на спуски, как я и говорил, но вижу, мягко приземлился, да, то есть чуть-чуть поцарапался. Как говорит комментатор Курдяков, асфальтовая болезнь – это норма для велосипедистов. Итак, друзья, мы ждем на финиш четвертый промежуточный круг. Он будет призовым. Наверняка будет борьба за 200 теней от спонсора Федерации велоспорта Молдовы. Наверняка будет ускорение предпринято. Будем смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, у нас уже появились претенденты на первый промежуточный финиш. Внимание, будьте внимательны, уважаемые пешеходы, мамы, папы. Едет группа, подъезжает группа на большой скорости. Будьте гонщики, пожалуйста, на трассу-страссу уходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вот у нас есть первый приз. Промежуточный номер 64-й забрал. Первые 200 лейх. Новико Вилья, город Кишинев, забирает промежуточный четвертый круг. Посмотрим, хватит ли ему сил доехать еще шесть кругов. Четвертый круг закончили, ребята. Четвертый закончили. Едет Танюша. Котика догнала, ребят! Основных. Молодец, Танюша едет с основной пачкой. Так называется в велоспорте 15 и более человек. Новико Вилья, Кишиневский велогонщик, смог выиграть финиш отрывом. Наверное, в начале гонки. Первые заработанные деньги в жизни, наверное. Да, так подсказывает. Я согласен. Поехали, четвертый круг закончили. Еще шесть. Поехали, поехали, едем. 56-му тяжело. Видно, что тяжело. Но он терпит, борется. Марченко Максим проехал из Бендер. Ему надо догнать первых трех ребят, и ему полегчает. Вместе будет веселее. И так, у нас падение, которое мы увидели в Воловея Марина, в исполнении Воловея Марина, было очень удачно. Ему просто проехался немножко правой икрой по асфальту, черканул, все в порядке. Разогнался он, явно разогнался. Не рассчитал траекторию. Родина Анна, аплодисменты нашей неизменной части чемпионатов. Родина Анна. Вместе с супругом они тренируются. Любят велоспорт вместе всей семьей. Они участвуют в чемпионате. Сергей будет участвовать в категории мастерс. Анна участвует по девушкам. Скажи, ты на этом повороте перед падением, ты слишком быстро заехал? Как ты думаешь, почему упал? Да, быстро заехал. Ну а ты же уже второй раз ехал или третий? Почему так получилось, что ты взял так быстро? Не знаю. Сам не понял, да, почему? Но сделай выводы, потому что поворот опасный. Ты улетел таки хорошо. Представляешь, было бы скользко, если дождь, так тем более бы уже. Так что на поворотах надо аккуратненько. Запоминай выводы, делай. 62-й номер у нас пронесся заславит Андриан Кишинев. Внимание, едут гонщики. Внимание на переходе, аккуратно. Ребята заканчивают четвертый круг. Ребята заканчивают гонку. 63-й, 88-й номер. Прокопишин Артем закончил гонку. И заславец Евгений Кишинев. Прокопишин в Сирасполе у нас. Ну что ж, младшим юношам тяжело, конечно, ехать наравне со старшими. Они набираются опыта у них, но не получается всегда дотерпеть с ними до финиша гонки. 10 кругов. У нас четвертый круг закончился. И еще у нас заканчивает один гонщик. 98-й номер заканчивает. Малых Никита закончил город Бельси. 67-й номер. Также заканчивает четвертый круг. Донос Андрей Кишинев. 69-й Абаби Александр Кишинев. 4 круга успели они проехать. Спасибо, друзья, за участие. Тяжеловато, конечно, бороться с сильнейшими, ехать наравне. А вот на спуске я смотрю, что тоже почти один гонщик чуть-чуть не рассчитал, но удержался. Со стороны было видно, что на грани фола. Так, ну что, друзья, где было самое тяжелое испытание на этой трассе? В каком месте? Нигде. Все шло ровненько. Были моменты, где мог упасть? Нет, все, видел машины, все контролировал, да, молодец. Сергей, на мастерс, на мастерс идешь, получает номер, да? Ну, так это надо сделать, Голосибирь. Вот я вижу, подключаются гонки юные велогонщики города Аргеева. Так, внимание на пешеходах, на пешеходном переходе. Будьте внимательны, скоро появятся велогонщики. Ага, вижу, вижу, все же таки состоялся отрыв. Илью Новикова не отпустили, не отпустили ребята. Все-таки вижу троем, они были в начале вдвоем, сейчас в троем. И в лидеры вышел новый лидер. У нас заканчивается пятый круг. И лидером гонки у нас стал 59-й номер. 59-й номер, Ткач Даниэл. Город Бельцы. Лидер гонки. Все-таки он догнал Илью после четвертого круга. И принял решение уйти в одиночный отрыв. Группа отпустила ребят. Еще, в принципе, пять кругов, поэтому, возможно, еще все в гонке может случиться. Усталость может накатить. Ребята, заканчиваем пятый круг. Пятый круг, половина гонки прошла. Браво! Молодцы! Вижу, Татьяна Котига выпала из пачки мужской. Ну, действительно, тяжело ехать девушке с ребятами, красавцами. Вдвоем, вдвоем работаем, молодцы. Вдвоем догоняем группу, меняемся сменами. Арсений, меняемся сменами. Работаем вдвоем и догоняем группу. Браво! Татьяна Котига вместе с одним из гонщиков. Вдвоем, работаем вдвоем, меняемся сменами. Это гонщик из Бельс, 96-й номер, по-моему, это был Бахарев Артем. Да, город Бельсы. Им бы надо объединиться, ехать вдвоем, меняться. 66-й промчался мимо. Пу Ютубер Кишинев промчался в одиночном плавании, но он должен добрать Татьяну, я уверен. Внимание, переходим, гонщики едут. Внимание, аккуратно, пожалуйста, едет гонка. Втроем, поехали, ребята, пятый круг закончили. Половина гонки, работаем втроем, меняемся сменами. Забавский Алексей едет с ребятами. Возможно, они все из Тирасполь, я номера у всех не увидел. Один представитель Забавский Алексей, Тирасполь. Им надо работать оттроем и догонять впереди идущих, меняться сменами. Итак, у нас экватор гонки пройден. Половина гонки, пять кругов уже финишировала. Еще пять кругов. И уже у нас нарисовался все-таки одиночный отрыв. Будем болеть за Бельчанина. Как ему удастся одному проехать половину гонки против ветра. Выдержит его, будем болеть. Не переживать за него. Пожелаем ему удачи. Против всей группой в одиночку идти, это смелая затея. Анна Родина, пятый круг, заканчивая. Да, она показала характерный жест для велогонщиков. Наелась ветра. Спасибо, Анна. Тяжело, тяжело в одиночку держать. Высокий темп, конечно, еще и когда ветер с горкой. Вдвойне тяжело. Анна пять кругов успела проехать. Спасибо за участие. 20 километров потрудилась. Так, у нас очередной гонщик, да, заканчивает, да? Заканчивает пятый круг. И гонку, гонщик под номером 56. Марченко Максим Бендеры. Внимание, внимание, едет гонщик. Все, спасибо. И также заканчивает у нас гонку 62 номер. Не вижу, не вижу в списках 62 А. За словец Адриан. Кишинев закончил гонку. Спасибо, Адриан, за участие. Может быть, не все восстановились после вчерашней разделки. Не у всех восстановились ноги. И не смогли распределить усилия по трассе. Трасса очень красивая, живописная. Но финишный подъем расставляет все на места. Сильнейшие все-таки впереди, всегда на нем. Редактор субтитров А.Семкин Внимание, машину сопровождения вижу. Значит, рядом лидеры. Где-то рядом лидер гонки. Был он один. Мы сейчас с вами увидим, выдержал ли он в одиночку еще один круг. Или его догнали его друзья-велосипедисты из другого города. Смогли догнать его. Давайте проверим, убедимся, как идут дела. Шестой круг у нас заканчивается. В прямой трансляции мы можем увидеть все, что происходит сегодня здесь, в Аргееве, на страничке в фейсбуке, в инстаграме Федерации велоспорта и районной консилиума города Аргеева и примарии города Аргеева. Три странички, пожалуйста, заходите и наблюдайте гонку в прямом эфире от компании в Директ Медиагрупп. Да, все-таки догнали, догнали двое спортсменов в Бельчане. И сейчас они идут в троем, браво. Шестой круг закончили. Шестой закончили. Едем втроем. Илья Новиков, Бахарев, Артем и восемьдесят седьмой. Восемьдесят седьмой номер. Сейчас я найду в списке, кто у нас в тройке лидеров. Петрунин, Руслан. Террасовский воспитанник в тройке. Призера с Бахарем и Сильей. Еще троечка нарисовалась. Ребята, шестой круг закончили. Шестой. Работаем втроем. Догоняем первую тройку, друзья. Не сдаемся. У вас еще есть шансы. Еще четыре круга осталось. Шестой круг заканчиваем. Ребята, шестой заканчиваем. Еще четыре осталось. Заканчиваем шестой. Растянулась группа на три. Три мелкие группки. Разбросала трасса. Некогда цельных. Шестьдесят человек стартовало, как минимум. И трасса свое дело сделала. Сейчас в метрах едут три группы. По пять человек. По три, по пять. Браво. Догоняем. Догоняем. Девяносто седьмой номер. Борется с ветром. Борется с усталостью. Не сдается. Мечиковский и Семен. Город Бельца не сдается. И вдвоем едем. Поехали вдвоем. Молодец. Семьдесят шестой. И Билак Арсений. Не отпускай Арсений. Вдвоем работайте. Бельчанин Билак Арсений. Поехал. Семьдесят шестым номером. Им надо работать вдвоем. У них тогда шансы есть. По одиночке будет тяжело. Но найдут ли они общий язык, не знаю. Пока Бельский спортсмен подотстал немножко. И приближается еще одна группа. Борются. Борются. Это во главе с Татьяной Кодик. И нет. Впереди парень. Но Татьяна не отстает от ребят. Смотрите. Она совсем недалеко от первой пачки. Шестьдесят шестой. И с Татьяной. И девяносто шестой. Бахарев Артем вместе с Таней Бельчанин едет. А впереди шестьдесят шесть у нас номер. Пуи Тудор. Кишинев. Не хочет работать в троем. Вертушкой. Хочет в одиночку побороться. Ну что ж. Принял такое решение. Посмотрим правильно оно или нет. А вот на финише чемпион Советского Союза. Запорожан Валерий. Чемпион Советского Союза. Промчался мимо меня. Видно хочет на промежуточном финише выиграть две стилей. Едем, едем вдвоем. Ребята, молодцы. Едем, работаем вдвоем. Отлично. Парой, парой работаем. 103 и 71. 103 и 71 номер промчались. Баркару Алексей Кишинев. 85 номер. Что, заканчивает гонку? Заканчивает, да? 85 номер закончил гонку. Забавский Алексей. Что случилось? Почему Алексей или вчера потратил много сил? Вчера Алексей очень хорошо ехал в разделку. Возможно, не восстановился. Сейчас мы спросим у Алексея, что не пошло. Он один из лидеров в своей категории. Алексей, подъедь сюда, пожалуйста. У меня к тебе два вопроса. Что сегодня не так пошло? Судорого село. Где, на каком кругу? На гварке. На каком? Там, с той стороны, в начале гонки уже судорога, да? На третьем кругу. На третьем круге судорога и тяжело ехать. Судорога не отпустило, да? А восстановился после вчерашней разделки, нет? Да. Папа будет сегодня участвовать или нет? Сачкует, да? Уже второй день подряд. Папа Алексея, чемпион Молдовы в раздельном старте, многократный, в категории мастерс. В этом году он не приехал. Передаем привет ему с прямого эфира. Алексей. У нас разминаются старшие ребята, которые вот-вот поедут в гонку. Юниоры, Андеры, Элита готовятся к следующему заезду. А мы пока ждем седьмой круг, финиша седьмого круга из десяти. Первой младшей категории. Удивительно, Татьяна Котига держится с ребятами впереди. Не ожидал никто. В прошлом году девочки не зацепились. С ребятами в этом году она почти в лидерской группе. Держит темп. Браво, Татьяна. Будем болеть за нее. А интрига по ходу групповой гонки шоссейной будет наверняка в первых трех ребят, которые проехали у нас шестой круг. Новик Аминья. Петрунин Руслан проехал. Были в лидерах. И Арвентий. Вот три гонщика сегодня лидеры, которые наверняка разыграют чемпионский титул. Будем... Дождемся, дождемся развязки. У нас будет... Уже финиширует седьмой круг. Вот они и появились на горизонте. По-моему, втроем так и едут. Внимание, гонщики подъезжают, кто переходит дорогу. Будьте внимательны, с детками аккуратно. У нас заканчивается седьмой круг чемпионата Молдовы. Шоссейной кольцовым гонкам. И... После семи кругов у нас в лидерах... Опять один гонщик! Насколько я вижу, по-моему, он один. Все ж таки... Арвентий, гонщик из Бельц. Браво! Аплодисменты! У нас ушел в отрыв бельский гонщик номер пятьдесят девять. Решил... Кто? Пятьдесят девятый, смотрим. Ткач, да? Ткач ушел в отрыв. Номер пятьдесят девять город Бельцы. Он все ж таки сделает. Скорее всего, на спуске. Они были втроем почти здесь. Он принял решение уйти на спусках. Бывает и такое, что не только в горку уходят на спусках. Заменит... Да, мне подсказывают, что он постарше. Браво, браво! Вот лидеры этой категории. Шестьдесят четвертый и восемьдесят седьмой номер. Мне подсказывают, что он ткач в другой категории. Но все равно он едет первый. Пока в общем зачете. А вот эти двое у нас как раз борются за золото в своей категории. Браво! Втроем работаем! Отлично! Седьмой круг закончился. Три впереди осталось. Едем, едем. Поехали на восьмой круг. А скоро... Вот здесь, на этом повороте, да? Тренера шестьдесят первого номера. Упал гонщик шестьдесят первый номер. Пока вроде просто сидит. Кто тренер шестьдесят первого номера, если есть скорая, врачи. Вот на этом повороте сидит гонщик после падения. Шестьдесят первый номер. Ищу по списку. Нигара Никита Кишиневский. Гонщик тренера профиса Станислава. Пожалуйста, Станислав рядом, слышит меня. Вот на этом повороте упал гонщик шестьдесят первый номер. Кто-нибудь, пожалуйста, подъедьте на велосипеде, посмотрите, что с ним. Главный судья заметил, что он сидит. И едет группа Компакт на Браво. Заканчиваем седьмой круг. Осталось три. Молодцы. Держимся вместе четвером. Также вижу, вот сейчас идет попытка уйти в отрыв. Вот последний пригородчик на уже терпении. Вот тут и уходят в отрыв гонщики. Сбросили, сбросили. Давай терпеть. Молодец. Браво. Семьдесят шестой терпит. Пытается догнать группу впереди него. Номер семьдесят шесть. Чуть-чуть подостал. Так, Танюша Коттига тоже не вижу ее. Браво, браво, терпим. Девяносто семь. Арсений, догони, догони, не отпускай. Девяносто пять, терпеть. Проехал бельский гонщик Белок Арсений. Немножко он за просвет получился, но не может догнать. Не может. Старается. Не может догнать, чтобы стать парой и поработать. Ну, еще три круга. Может быть, догонит. Две категории в одной гонке у нас участвуют. И вот, Танюша Коттига, аплодисменты нашей мужественной девушке-красавице. Она вместе со шестым номером заезжает уже на седьмой круг. Осталось три. Три категории едут в одной гонке. Итак, у нас на зубах что случилось, что сходим. Да, сходим на зубах. Видно, было падение. Ага, 96-й тоже падал. Это гонщики из Бельц. Бахарев Артем. Было падение. Видно по колену. И скорость сразу же упала. То есть, после падения Артем выпал из пачки. Он был в лидирующей группе. Да, быстрая трасса в Аргееве. И ребята не рассчитывают траекторию. Увлекаются скоростью. Так как ровные дороги, дороги гладкие. Ребята разгоняются очень быстро. И не все справляются с управлением на повороте. Мальчик аккуратненько. Мальчик идет гонка. Скажите мальчику. Тоже будущему велосипедисту, конечно. Едь сюда к нам. Мальчик, давай едь сюда с мамой. К нам сюда. В стартовый горток. Мы с тобой поговорим. А у нас едут вдвоем. Заканчивают по седьмого круга. Два гонщика. 103-й и 71-й. Номера. Баркару Алексея Кишинев. Заканчивают гонку. И 103-й номер. Нету в протоколе. Семь кругов они удержались. Смогли держать темп. Три круга не хватило до финиша основного. Молодцы. Набрались опыта. Как тебя зовут? Лауренсио. Лауренсио. Ты едешь первый раз в гонку? Нет. Второй год. Здесь в Варгейме второй год? Нет, первый. Первый год. А вообще где ехал еще? В Украине. В Украине участвовал с командой, да? В каком городе? Дрогобыч. Дрогобыч. Вы ездили в прошлом году или в этом? В этом году. Как там заехал? Ну, что? Сколько километров там было? 60. Ну, плохо не может быть. В каждой гонке ты набираешься опыта. Желаем тебе удачи. Спасибо, что ты принял участие в чемпионате. Браво. Так, что? Где было тяжело, скажи? После какого круга? Когда стало тяжело? В начале или в середине? В середине. Стало тяжело и ты чувствуешь... Вы вдвоем ехали, да? Держались, менялись сменами, да? Все как полагается. Помогали друг другу. Браво. Много... Давно занимаешься велоспортом? Да. Сколько лет? 13. 13 лет занимаешься или с 13 лет? 13 лет занимаешься. Браво. Какой город? Помнишь? Город, город, город. Помнишь? Кишинев? Из Кишинева, да? Отлично. 2006 года рождения. 13 лет занимается. Браво. И... Будем приветствовать сейчас победителя промежуточного восьмого круга. Кто им станет? Восьмой круг примируется промежуточный 200 милей от Федерации велоспорта Молдовы приз. И я вижу, что все же таки по-прежнему удержал, удержал лидерство бельчанин. И восьмой круг закончил, забирает 200 лет призовые 59 номер. Ткач Даниэл. Бельский воспитанник Панкова Валерия Анатольевича, заслуженного тренера Молдовы в лидерах в своей категории 2005-2006. И вот в зачете идет он пока первым. Но по категории будут награждаться по категориям. В своей категории он первый. А вот идет борьба в младшей категории 2007-2010. Уже собралась группка. Уже вижу четыре человека. Внимательно переходим дорогу. Приближаются гонщики. Спасибо. Будьте аккуратны. Собралась группка в борьбе за первое место в своей категории. Уже пять претендентов. Вот они скорее всего разыграют. Восьмой круг закончился, друзья. Два круга осталось. Два круга осталось. Восьмой закончили. И вот эти пять человек будут разыгрывать звание чемпиона Молдовы в своей младшей категории. В старшее чемпионство уже уехало в виде ткача Даниэла в город Бельск. Ну, еще два круга, конечно. В Белоспорте бывают проколы, бывает рвется цепь. Все бывает. Поэтому пока не будем опережать события. Он просто лидер гонки в своей категории. Пожелаем удачи ему и тренеру. КОНЕЦ Значит, врачи подъехали к 61 номеру, который упал. Все в порядке. Немножко потерся. У спортсменов быстро все заживает. Особенно в юном возрасте. Многим родителям, конечно, страшно из-за падения отдавать детей на велоспорт. Моя мама, например, когда я сказал, что хочу записаться в секцию, она сказала никогда. Но я смог убедить ее, что любой спорт травматичен. Не только велоспорт. Футбол тоже возьмите. Там могут и в голову ногой так дать, что спутаешь мяч с головой потом. Итак, у нас вторая группа. Компактная вторая группа приближается на восьмой финишный круг. Внимание, на пешеходном переходе подъезжает группа гонщиков. Будьте внимательны, пожалуйста. Идет чемпионат Молдовы. Шоссейная велогонка. 40 километров заканчивается восьмой круг из десяти. И ребята уже берегут ногу. Посмотрите, они едут не спеша. Они знают, что еще два круга. Они экономят силы для решающего рывка. Или последний круг, или предпоследний. Мы увидим, кто рискнет рвануть. Браво, ребята. Два круга осталось. Восемь закончили. Еще два круга. В велоспорте есть такое, что гонщики готовятся к финишному рывку и сбрасывают скорость. В данном случае группа, которая уже не претендует, возможно, на подиум, решила сбросить. А вот Билла Карсини догнал, догнал. Молодец. Бельчанин Билла Карсини догнал своего товарища по велоспорту. И вдвоем едут. И догоняют следующую группу. Давайте, ребята, еще два круга. Билла Карсини вместе с 97-м номером. Браво, вдвоем Татьяна. Татьяна тоже подбирается ко второй группе. Отлично, не отпускает. 66-го тяжело, ей видно. Держится, держится, молодец. Мечковский Семен вместе с Белаком Арсением. Они вдвоем. Два бельчанина. Идут на последние два круга вдвоем. Может быть, доберут вторую пачку. Посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я скажу, когда и дальше выключишь звук музыки и включишь колокол. Сейчас скоро будет, Алёша, это нужно. У нас идёт последний круг, будет звук колокола. Для участников это ориентир, что идёт заключительный круг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди вижу по-прежнему в категории 2005-2006 лидер Ткач Даниэл, город Бельцы. Уверенно одерживает, похоже, победу. Но я думаю, что за последний круг всё будет нормально, проколов не будет. И он дотянет, дотянет до своей чемпионской майки. Не помню, каким он был в прошлом году, мы у него спросим. Последний круг, диджей, последний круг, колокол, колокол. Погромче. Браво, последний круг, Ткач Даниэл, город Бельцы. Сейчас, Алёша, ещё будем давать. Сейчас, когда пойдут гонщики, я тебе буду говорить. Что ж, мы дождёмся финиша лидера и уточним, каким он был в прошлом году. Мне само интересно, как у него в прошлом году разложился заезд на этой же трассе. Но были более метеоусловые, более жёсткие. Ветер был встречный, в этот подъём более сильный. И тяжелее было намного ехать. В прошлом году, по-моему, такого одиночного отрыва не было. Всё же такие компактные из группы на финише, по-моему, заехали. Так, приближаются претенденты младшей категории на чемпионское звание. Внимание, едут гонщики, внимание, через дорогу. Будьте внимательны, уважаемые жители, будьте внимательны. Приближаются гонщики. Справа, внизу гонщики у нас. Будьте внимательны, с детками аккуратные, пожалуйста. Диджей, готовься, сейчас будет колокол. Сейчас я скажу, когда ещё 30 секунд. И на последний круг идут у нас вот эта пачка спортсменов, которые будут разыгрывать чемпионскую майку в младшей категории. Последний круг можешь включать, Диджей, колокол. На последний круг приветствуем гонщика. Ведут на последний круг. Браво, ребята, молодцы. Последний круг. Кто будет чемпионом из этой пачки? Уйдёт на спуске или будет финишный рывок? Увидим через круг. Будем ждать. Спасибо, Диджей. Это кульминация гонки на 40 километров. Название чемпиона Республики Молдова в шоссеном велоспорте. Остался финальный круг. Кто будет чемпионом, узнаем вот-вот. Уважаемые жители Аргеева, если у вас есть свободные 3-4 минуты, можете спокойно насладиться финишем. Также в прямом эфире, кто желает зайти на страничку Федерации велоспорта Молдовы, в Facebook и в Instagram и также при Марии города Аргеева и консилиума города Аргеева идёт прямая трансляция истории чемпионата. Впервые идёт. А мы готовимся встречать чемпионов 2021 в шоссеном велоспорте. Второй год подряд Аргеев гостеприимно. Разрешает в лице Примара Павла Бережану и Дину Цуркану провести нам чемпионат у вас в городе, в красивейшем месте и ухуйнейшем месте Молдовы. Спасибо Аргееву. Извините, конечно, за беспокойство, причинённые на эти выходные дни. По-другому не получается. Дорогу надо перекрывать. Иначе с машинами будет просто проблематично проводить такие гонки. Итак, у нас финал первой групповой гонки на 40 километров. Вот-вот появятся чемпионы. В первой категории чемпион во второй. В третьей категории разыгрывают девушки чемпионства и лидирует уверенно котика Татьяна. Она в третьей категории лидирует. Родина она сошла и Екатерина Могилга тоже. Но она до конца стороной едет, хоть она и одна на трассе. Итак, волнительный момент для всех тренеров, для всех друзей, гонщиков, для родителей. Финиш чемпионата Молдовы 2021 года. Город Аргеев. Тоже будет чемпионом в истории молдавского велоспорта. Он будет вписан в страницу 2021 года в свою категорию. Архив чемпионата Молдовы очень обширенный, емок. Там чемпионаты Советского Союза записаны победители. Всегда можно будет своим деткам показать, вот папа выигрывал. Я не понял, это что, последний круг? Это Фиаткеба, Надея, Тач. Так они что, последний круг финиш или нет? Так, что это, финиш или что это, друзья? Последний круг, последний круг, поехали. Последний круг. Это, ребята, еще последний круг у нас. Пропустили мы с колокольчиком, но мы крикнули им. Ну, потому что не было лидера. Лидера еще не было. Это на последний круг поехала пачка, которая отстала. Лидера еще не было. И вот, внимание, да, здесь две категории. Это младшая категория, вторая группа разорванная. Доехала на последний круг, а у нас вот-вот на горизонте мы уже видим машину сопровождения. Вот-вот появится чемпион Молдовы 2021. Категории 2005-2006. На текущий момент ехал чемпионом кач Даниэл Пельчанин. Мы посмотрим, смог ли он удержать преимущество. Отрыв был солидный, но все бывает в велоспорте. Падения, проколы, плохое самочувствие. Пока финиш не пересечет, он не будет чемпионом официальным. Только претендентом. И я вижу претендента. Вот я вижу синюю майку, темно-синюю. Все-таки за второй машиной. Похоже, что удалось удержать лидерскую позицию и через минуту стать чемпионом Молдовы 2021 в Катчу. Даниэлу, город Бельце, тренер Панков. Валерий Анатольевич, я надеюсь, вы здесь и будете сейчас аплодировать чемпиону Молдовы 2021. Катч, Даниэл, город Бельце. Поздравляем. Спасибо, Даниэл. Браво. Удержал преимущество. Чемпион выдержал три круга в одиночку, как минимум, или четыре. Ушел в отрыв от своих друзей, товарищей других городов, своих спортсменов. Все велоспортсмены – это дружные ребята. Только на трассе они конкурируют, а в жизни они переписываются. Спорт объединяет. Вообще велоспорт – основная идея – это объединять, а не разъединять. Объединяет любовь к велосипеду, любовь к труду, к экстриму. Конечно, велоспорт – это экстрим. И у нас приближается… Это круговые или нет? Или это младшая категория? Посмотрите. А это катается, да? Это просто катается. Ребята, в сторону, пожалуйста. Сейчас будет финиш гонки, если вы просто катитесь. Андрюха, Новиков, не мешайте, пожалуйста. Чуть-чуть правее возьмите. Спасибо. А мы ждем чемпиона Молдовы в категории «Кадеты 2007-2010». Кто им будет? Пять человек было претендентов. Будет финиш из группы или будет отрыв? Пока не понятно. Я не видел на спуске, какой расклад был. Сейчас мы увидим. Вот должны появиться эта пятерка. По-моему, вот она. Да, вот пытается кто-то один уехать. Обратите внимание, впереди перед рывок одного из гонщиков. Внимание, через… По пешеходному. Будьте аккуратны. Подъезжает финиш гонки чемпионата Молдовы. Удержит или нет? Полкилометра в гору. Нет, догоняют, догоняют. По-моему, была попытка внизу уехать. И я вижу, что… Нет, просвет есть. Просвет есть. Пытается на зубах доехать до финиша в одиночку. Гонщик. Нет, нет, не дают. Накрывает, накрывает группа. Накрывает первого. Смельчика накрыла группа. И сейчас будет групповой финиш. Всем внимание, через дорогу не переходим. Идет скоростной групповой финиш. Чемпионата Молдовы 2021. И вот пошел финишный сбор. Аккуратно машина. Объезжаем. Браво. Идет борьба. И… Чемпионом становится 93-й номер. Кто? Арвенти и Дмитрий. Город Бельцы. Браво. Бельцы забирают первые места в двух категориях. Тренер Руссу Сергея. Чемпион Советского Союза. Своё время в юности. Сейчас воспитанник Сергея Руссу становится чемпионом Молдовы. Браво. Поздравляем тренера. Поздравляем тренера Планкова. Валерия Анатольевича. Также с чемпионом Качем Даниэлом. Ну и вторые, третьи. Сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем у ребят, кто будет второй, третьи судьи. Это была старшая группа? Там младшая? Нет, там младшая тоже была. Среди были младшие. Да, интересный финиш был у нас. Так, да, чемпион, поздравляем тебя. Первый титул, вот, чемпионский в твоей карьере. Нет, когда ты ещё выигрывал? В прошлом году тоже на групповой гонке? Да. Ты защитил свой титул, да, получается? Да. А, помню тебе, на маунтибайке ты тоже был первым. И сейчас ты победил по шоссе. Поздравляем тебя. Поздравляем родителей, тренера. Ну, работа, работа над собой, долгие тренировки. И вот сегодня первое место заслуженное. Кто второй, третий, нас знают уже судьи? Бахарев Артём, чемпион прошлого года на маунтибайке, становится чемпионом 21-го года по шоссе групповой гонки. А, сейчас я хочу найти кач Даниэла. Где он? Кач Даниэл. Подъедь ко мне, пожалуйста, к ведущему. Кач Даниэл. Подъедь сюда, чемпион старшей категории. Кач Даниэл, я жду тебя, подойди ко мне, пожалуйста. А, вижу, кач Даниэла. Приветствую тебя. Поздравление тебе и твоему тренеру. Расскажи, это какое звание? Твое первое в твоей карьере или нет? Первое чемпионом. Первое, да? В прошлом году ты участвовал в Варгейве? Да. Каким заехал? Шестое место. Шестое место было? И, ребята, Даниэл Ткач, чемпион Молдовы из Бельс, в прошлом году был здесь шестым. И, несмотря на это, у него явно были амбиции на первое место, хотя он был не в тройке. Поздравляем. И когда ты почувствовал, что у тебя есть силы? В самом начале гонки или в конце? В самом начале. И знал, что ты тянешь. Как вчера ты разделку проехал? Все нормально было? Неплохо. Неплохо, да. Итак, у нас финиш. Финишный спорт. Отлично, разыграли ребята на больших скоростях. Браво. Уже будем по протоколу смотреть, кто в какой категории, на каких местах. Это чуть позже, пока мы только обозначим чемпиона. Браво. Боремся до конца. Срыбница. Владимир Срыбницы. Браво. И продолжается регистрация элиты. Первый номер. Роляну Кристиан. Город Бельска. Тренер фанков Валерий. Четвертый номер. Врабий Андрей. Браво. Тренер он же Врабий Андрей. Врабий Андрей тренирует и сам тренируется и выступает на уровне элиты у нас. Второй номер. Собельников Андрей. Город Кишинев. Тоже самостоятельно себя тренирует. Перешел в категории мастерс в Велиту. И будем, пожелаем Андрею попасть на подиум, на чемпионское звание. Конечно, которое мечтает в маунтибайке. Он неоднократный чемпион Молдовы. В категории мастерс и в марафонах, в веломарафонах. Непобедимые. В шоссе надо еще завоевать медали. Она у него на примете. Пожелаем удачи. Ковальчук Андрей вызывается. Номер три. Тренер Лебедев Николай. Город Тирасполь. Кто не вышел еще? 43 номер. Херсун Александр. Тренер Мамайский. Олег. Нету 43-го. И какого нету? И 3-го номер. 3-й номер не вижу. Ковальчук Андрей. Тоже не что. Травма. Заболел. Приболел Андрюха. Ковальчук вчера он выступал в разделке. 43-й и 3-й, да. Не вышли на регистрацию. Итак, что Андер и Элита 100, да? Юниоры только 60. Андер и Элита 100. Итак, друзья, определились. Юниоры едут 60 километров. Юниоры. Андеры и Элита 100. Андеры и Элита 100. Юниоры 60. Называю призовые бонусные круги, которые тоже есть в этой гонке. По 200 лей за промежуточный финиш. Призовые круги запоминайте. Третий, шестой, девятый, двенадцатый, семнадцатый, двадцатый, двадцатый. Либо мы будем вам по ходу гонки. Да, убираем, потому что это основной финиш. Получается для... А, это если вместе приедут, да? Да, если вместе. Ага. Понял? Что вы пачкой едете на пятнадцатом круге. Конечно, все можно купить. Ну, не может. Значит, Андеры и... Да, значит, мы шеем. Мужикам по-либо. Вместе сложится вместе. Хорошо, не мешать юниорам. И не тянуть, не лидировать. Да, не лидировать юниору. Да, чтобы все было красиво, да. Мужикам час субботства участвуют. Андеры и Элита. Не, их. Младшки. Сто километров оставили. И я призываю, чтобы вы сейчас не груститесь запоминать. Я буду подсказывать, когда призовой. За круг до призового. Хорошо? Лидерам. В основном это будет касаться лидеров. То есть всем нет смысла говорить. Так что не запоминать. Я буду говорить. Мы будем и колоколы, и говорить. По правилам. Итак, у нас подача питания, передача юниорам за три до финиша. Мы будем все говорить, да. По ходу. Мы будем подсказывать. Я думаю, будем подсказывать. Микрофон. Да. Колокольчики, я буду говорить. Слышно, да, когда я говорю, когда едете? Отлично, друзья. Отлично, друзья. Итак, уважаемые болельщики и жители Эргеева. Перед вами сильнейшие гонщики Молдовы сейчас стартанут на дистанцию юниора 60 километров, а старшие 100 километров. Внимание, старт сейчас будет. И так аплодисменты, ваши друзья. Поехали разыгрываться чемпионские звания 2021. Спасибо за аплодисменты. Сильнейшие гонщики Республики Молдовы на сегодняшний день собрались в Эргееве. Спасибо за это прекрасное место. Спасибо городу за предоставленные возможности погоняться в городе среди друзей, среди вас. Зрители намного интереснее, чем на трассе, конечно же. И также благодаря компании Директ Медиа Групп впервые трансляция идет в прямом эфире на сайте Фейсбуке, в Инстаграме Федерации Молдовы велосипедного спорта. И также на сайте Примарии города Аргеева и Консилиума города Аргеева. Кто имеет гаджет свободный, заходите, смотрите прямую трансляцию. Может быть, по-моему, едет камера и на машине снимает гонку. Итак, у нас гоночка где-то на 2 часа. Взрослые и андеры в районе 2 часов будет гонка. После сейчас у нас пол первого, значит, где-то в районе 2.30 будет ожидать старт категория Мастерс. Смещается где-то на полчасика регламент. Два с половиной, да. Два нет, три нет. Ну, если катить будут просто, да, тогда три. Да, два с половиной, значит, где-то три. Для Мастерса, да, смещается на часик. Так что спите спокойно пока. Отдыхайте. А, ну, экспериментальный. Экспериментальный год был. Первый раз в городе проводили. Накладочки были. В этом году все учтено. Даже есть презентация. То, о чем давно я мечтал, чтобы гонщиков видели, кто такие. Итак, у нас начался марафон 100-километровый и 60-километровый для младших. Выяснение, кто самый сильный на сегодняшний день гонщик Молдовы. Три категории участвуют. Юниоры, андеры, 23 года, возрастные ограничения до 23 лет и свыше 23 лет. Это элита, элита. Итак, Мастерс, друзья, для информации 50 человек на стартовом протоколе у меня. Категория Мастерс 50. Собралось здорово. Поздравляю с этой цифрой. Все-таки мы добрали до цифры 50. Шоссе на велоспорте это рекорд категории любителей. Мастерс 50. Мастерс 50. Человек десять с водой я не вижу, есть минимум десять. Валерий Анатольевич Панков, заслуженный тренер Молдовы. Сегодня ваш воспитанник чемпион. Я хочу спросить про него на счет следующего прошлого года. Валерий Анатольевич, ожидаемо было победа или нет? Ожидаемо. Вы ждали победы от воспитанника сегодня? Он был шестым в прошлом году, да? Он был шестым, но тренер доволен. Отлично. Но с шестого места на первое. Серьезный прогресс. Мы порадовались за гонщика. Все-таки с шестого на первое. Молодец. Скаканул неплохо. Еще и с таким отрывом. Зацепил от других тренеров, да, поэтому Валерий Анатольевич попал. Я хочу взять пару слов у Штефирца Ильи. Сколько километров планируешь проехать? Как и всех, как мастер, 60. 50 километров. Илья заявлялся на лондонский Ironman. И не получилось поехать, но ты участвовал в триатлоне Кишиневском, насколько я помню, да? И были у тебя кто-то еще был, да, в соперниках тогда? Или ты был один? Один был. Вот там мы и познакомились. Как вчера по трассе? Были тяжелые моменты вчера на разделке? Скоростная, но машин было достаточно. Мешали, нет? Вообще, когда тренируешься, с пониманием подходят люди, вот ты чувствуешь по дороге. Объезжают, не прижимают? Наоборот, больше сигналят, чем... Приветствую, да. Ну ты молодец, ты герой. А, матеря, ты думаешь? А может быть, это приветствие? Потому что я сам, когда вижу велосипедистов, ну, мне ничего не стоит, как чуть-чуть пам-пан, да, Тим? Обгоняется нормально, правильно? Да, обгоняется нормально, а там по... да? Да, ну, ну, несерьезно, конечно, я не думал. Итак, я прошу прощения, Илья, и так у нас 49-й номер вышел в лидеры. Пытается уехать от пачки серьезных бойцов. 49-й номер. Бездочук Владимир Тирасполь пытается уйти в ранний отрыв. Ну, пожелаем ему удачи. Занятие непростое, конечно, уйти в отрыв от таких зверюк. Так, ребята, чуть подостали шансы. Есть только начало гонки. Догоняем. Спокойно, втроем работаем. Втроем догоняем группу. Крутите вертушку втроем. Итак, Илья, у нас сегодня будет 60 километров обкатывать трассу. Первый круг закончился. Месси пока едут компактно. Ну, впереди еще много километров. Не спешат, не спешат уезжать в отрыв. Посмотрим, какая идея была у Владимира Безнащука. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как распределиться, как правильно распределиться. Мы увидим по дистанции, какое решение приняли спортсмены. С какой скоростью начать 100 километров. Вот вопрос. Быстро или медленно? Будешь ехать медленно, кто-то поедет быстро. Будешь ехать быстро, устанешь. И вот эту дилемму сейчас мы увидим, как решили спортсмены для себя. Какая тактика у них, какая стратегия. Ехать в группе, либо уезжать в отрыв. Мы сейчас с вами все это будем наблюдать благодаря кольцевым гонкам городским, которые сегодня у вас в Аргееве год подряд проводятся. В этом и интерес, то есть видна динамика гонки. На трассе мы уезжаем с города и нас уже не видно только на финише, а в городе намного интереснее наблюдать динамику гонки. Друзьям есть возможность поддержать спортсменов, тренерам передать питание. Минус, конечно, один, что перекрываем жителям город. Но я думаю, что с пониманием все относятся. Все-таки без этого никак не обойтись. Итак, у нас на второй круг подъезжает уже машина сопровождения видна. Видна вторая, которая ведется, наверное, онлайн-трансляция. Внимание, пешеходы, подъезжает гонка, гонщики, аккуратнее, пожалуйста. Внимание, пешеходам, с детьми особенно, будьте внимательны. И подъезжает групповая гонка на большой скорости. Диджей, чуть-чуть можно чуть-чуть тише. Спасибо. Итак, мы наблюдаем с вами следующее. Финиш второго круга промежуточного. Третий круг промежуточный будет призовой. На пресс-педерации 200 селей пойдут на третий круг. Поддерживаем участников. Ребята, идем на третий призовой. Третий круг призовой. Третий призовой. На третий пошли круг. По-моему, все-таки разорвалась пачка. Старшие уехали от младших. У меня такое ощущение. Я не знаю, если здесь задержались в первой пачке младшие юноши, юниоры. Но, видите, разорвала гонка. Разорвалась. Все-таки темп задаваемый элитой. Тяжелый. Ну, и еще есть шансы догнать 26-му номеру. 26-й номер имеет шансы догнать. Это Романковский Владимир. Рыбница. Он имеет шанс догнать. Браво. Давай держаться. 50-й номер. Тоже чуть предстал у нас. Парайка Владислав. Город Бельгси. Но шансы есть. Ребята, работаем вдвоем. Работаем. Догоняем остальных. Браво. Попередуем вдвоем. Вдвоем друг к другу обработаем парой. 48-й номер с 55-м месяц кооперируется. Будут помогать друг другу против ветра. У них шансов больше догнать группу, чем по одному. Я всегда призываю велогонщиков подниматься в такие мини-команды. Для большей скорости и для того, чтобы догнать отъехавших товарищей по велоспорту. Итак, идет гонка. Сильнейшие гонщики Молдовы разыгрывают титул чемпиона Молдовы 2021. Второй год подряд собираемся у вас в Аргеве. Великолепная трасса, великолепная атмосфера. Очень здорово здесь все организовано. Спасибо волонтерам и тем, кто помогает полиции охранять опасные повороты от машин. Тяжелый труд. Три дня надо, конечно, убить весь день на наше мероприятие. За это отдельное спасибо всем, кто тратит свое время на проведение этого праздника чемпионата Молдовы по шоссе. Около трех часов будет дан старт финальному заезду на 60 километров. В категории Мастерс 50 человек будут стартовать. Это будет шоу. Шоу серьезных взрослых дядей. В основном Мастерс это ребята, кому за 25, за 30. То есть это все те, кто не догоняли в юности и поняли, что хотят гоняться и после 50. Вот они собрались в категории Мастерс. Есть ребята и 50 лет, и выше. И 50 плюс у нас есть в команде Мастерс. Мы видим второй круг, 51 номер у нас заканчивает. Плешка, да. Закончил гонку, да. Ребята, зайдемся, пожалуйста. Проедет машина. Дан, спасибо за то, что ты стартанул. Дан, привет. Спасибо, что ты стартанул. Ты впервые на чемпионате Молдовы. Ты, по-моему, из Рыбниса, да? В Кишинево, Кишинево. Ты первый раз в гонке, да? Как ты узнал про гонку? В Фейсбук. В Фейсбук узнал. И прям готовился или просто так, гонка, я сижу, съеду? Готовился сколько, полгода минимум или этот сезон весь? Один год ты готовился к гонке и не побоялся. В прошлом году тебя не было, да, по-моему? Не было. Спасибо, что ты принял участие, не побоялся в нашем чемпионате. Спасибо. Прочувствовал пух немножко, да? Такой спортивный, скоростной. Очень много новичков, которые не побоялись заявиться с элитными спортсменами. Браво! Дан не побоялся заявиться с сильнейшими гонщиками. Проехался с ними как минимум круг. Почувствовал адреналин. Папа, вижу, поддерживал Дана, да? Отлично. А, нет, это просто товарищ по команде. 149 номер. Тоже, наверное, будет в Мастерсе участвовать. А сейчас у нас будет разыгран промежуточный финиш. Должна быть скорость другая. 200 селей от Федерации приз. На третьем круге промежуточном. Для повышения скорости сделали такую мотивацию материальную. Но не дело не столько в деньгах, сколько в интересе. Кто же на третьем промежуточном сможет заехать первым. Опять же, кто-то уедет из группы или это будет финиш из группы. И вот смотрим, по-моему, один человек отъехал, чтобы забрать третий круг. Хотя впереди их 25. Он тратит силы, конечно. Тут надо все рассчитать. И рыбку съесть, и не подавиться. Как это сделать? Взять 200 селей и доехать до финиша гонки. Ну, посмотрим, как получится. Я не вижу, кто у нас забирает третий круг промежуточный. Премию. Сейчас мы увидим, кто это. Волевым усилием на пределе возможностей. Я вижу, старается. Итак, у нас премию забирает Враби Андрей Кишинев. Три круга закончил. Забрал 200 селей и поехал дальше. Всего лишь 100 километров осталось ехать. Там чуть меньше. 80. Третий круг закончили, ребята. Третий круг закончили. Браво, молодцы. Работаем. Мимо проехали сильнейшие гонщики. Они не стали тратить силы. Не стали бросаться в догонку с Андреем. Впереди еще 90 километров без малого. Поэтому мы решили, что 200 селей не стоит усилий. Далее Андрюхе отъехать. Следующий призовой круг будет номер 6. Да, шестой призовой круг. Посмотрим, кто на шестом круге найдет силы забрать 200 селей. Приз от Федерации велоспорта Молдовы. До финиша 21 круг еще. Нет, сейчас проехали 3. Это третий закончился. 22 еще. Сейчас был... Так, что у нас, заканчиваем гонку. Ну что, падение. Все-таки на этом спуске ты решил закончить болид? Или просто понял, что отстал и нет смысла? Представься, пожалуйста. Романовский лазиль. Романовский город Рыбница, да, по-моему? Ты впервые участвуешь на чемпионате? На чемпионате, да. На чемпионате. В прошлом году не был, да? Что было? Ты уже... Это был третий круг. Ты не рассчитал или забыл, что поворот, или разогнался. Что ты почувствовал? Почему ошибка? Где ошибка была? А бордюр уже, как говоришь. Ага, траекторию взял и тебя занесло в бордюр. Ну, вот так чувствуешь, все нормально, кости целы, да? Молодец. Ну, упасть тоже надо удачно уметь. Это прерогатива профессиональных спортсменов. Я упал два года назад в Тирасполе и себе порвал связки на плече. А иногда падают кувырком и ничего. Вот как сейчас. Все нормально у рыбинского гонщика. Все в порядке, обдерзся немножко, но гонку закончил. Видите, на третьем кругу упал. То есть два круга проехал, на третьем чуть-чуть разогнался больше, чем надо и не рассчитал. Вот это в велоспорте потеря концентрации стоит сразу же падение. Это в любом профессиональном уровне, непрофессиональном. В этом и есть трудность велоспорта. Кроме физики нужна концентрация. И чувство дороги, конечно же. У нас сейчас будет заканчиваться четвертый круг из 25. Для младших гонщиков 15 кругов, поэтому 11 останется. Да, вот опытные тренера подсказывают, что после 10 круга начнется разбор. Разбор группы, да, начнется на кусочки. Пока 10 кругов, есть предположение наверняка, что это будет разминка, да? Фактическая работа, наблюдать за соперником, кто что делает. Ага, то есть это установка тренера или уже сами ребята к этому приходят? Ну, тренер дает установку, а потом уже по его самочувствию он сам будет принимать. Ага, все-таки это совместная работа тренера с учеником. И по самочувствию они смотрят идти по плану или, может, вне плана что-то. Вот, например, Ткач Даниэл в старших хандерах сказал, что он уже в начале гонки чувствовал себя очень хорошо, но открылся за 4 круга только. Да, он тактически все-таки в начале, получается, он сдерживал себя и не проверял, что все в порядке. Но ты что, уехал с большим отрывом, загаситесь в старших кадетах. Здесь в прошлом году, да, Роляну ушел за 5 кругов или за 10 до финиша. Да, да, сказывает, конечно. То есть бешеная, ну, моща, моща, что говорить, все-таки там объемы они катают, густырок. Но из-за пандемии в этом году, к сожалению, перенос за переносом. Вот говорит Роляну, нету гонок, Малайзия перестраховалась, Европа проводит, Малайзия отменяет. И у него только тур Турции в активе, с Кемендишем он погонялся немножко. И пока вынужден делать паузу. Ну, надеемся, что с осени все пойдет. Чемпионат Европы по велоспорту будет Трентина в этом году в Италии, 19 сентября. И участвуют два гонщика из Молдовы. Кристиан Ролианова, сейчас он едет, чемпион Молдовы 2020 года, сейчас он едет в гонку. И Лауренцию тоже едет в гонку сейчас из Бельс. Они оба поедут на чемпионат Европы, взрослый. Будем болеть за них, переживать, смотреть по Евроспорту, гонку. Наверняка будет транслироваться, наверняка, в прямом эфире чемпионат Европы Трентина. А мы смотрим, и к нам подъезжают гонщики, заканчивая четвертый круг. И впереди нарисовалась уже пачка 4-5 человек, я вижу, которые все-таки решили оторваться от основной группы. Внимание всем, кто на переходе, приближаются гонщики, будьте внимательны. Идет чемпионат Молдовы, взрослые, серьезные, сеньоры, как написано в протоколе, это сильнейшие гонщики. Идет прямая трансляция, компания Директ Медиа Групп идет прямую трансляцию в Фейсбуке на страничке Федерации. И первая четверка нарисовалась, в Раби и Андрей подтянулись трое к нему, он остался в лидерах, трое спортсменов подтянулось. И они пытаются уйти в отрыв. Основная группа пока контролирует процесс. Судя по темпу и по взглядам, они видят ребят, которые оторвались, но понимают, что впереди еще много километров, есть время догнать. 23 номер немножко подостал, Новиков Андрей, Кишинев. Ему надо, конечно, чуть напрячься, чтобы догнать по чуху, потому что таким образом одному ему будет очень тяжело, если ему придется сходить с гонки. Андрей Новиков чемпион Молдовы в прошлые годы по шоссе в своей категории. Сейчас немножко выбыл из тренировочного процесса, месяц только как на велосипеде, поэтому не справился с нагрузкой. Выносливость еще не появилась, не смог усидеть с лидерами в группе, а немножко подостал. Вот тренер говорит, что всего лишь месяц, как на велосипеде, это очень маленький срок, не получается без перерыва тренироваться Андрею, и вот результат. Конечно, для победы в любом спорте нужны тренировки, тренировки, еще раз тренировки. В этом минус, конечно, спорта, что это как бы годичный цикл. Один день отдыха в неделю и шесть дней тренировки. И только тот, кто любит велоспорт, выдерживает эту нагрузку и рутину. И ради соревнований, ради этих моментов напряжения вы готовы в день тренироваться в любую погоду. В холод, в дождь выезжают гонщики на трассу, чтобы не терять форму. Погода сегодня великолепная по меркам велосипедного спорта. Шикарная погода, именно мало ветра, нет дождя, сухо. Солнце тоже не печет, потому что в жару, вы себе представляете, когда 35 в тени, асфальт горячий, крутить гонку, это просто на пределе возможного. Поэтому сегодня погода помогает гонщикам выиграть чемпионский титул на дистанции 100 километров. Так, это у нас что, Пачуха догоняет, да? Это четвертый, это отвалы, да? Это у нас не лидирующая группа. Это группа так называемого отвала. Они заканчивают четвертый круг. Четвертый, да, заканчивают? Это заканчивают четвертый круг, друзья. Ну, втроем, втроем они будут ехать, наверное, уже втроем. А, будут снимать сейчас? Или еще едут? Ребята едут или снимаем? Снимаем, да? Так, друзья, заканчиваем гонку. Спасибо. На четвертом круге 48-50-55 у нас закончили гонку. Ханжин Максим, Парайко Владислав и Костровец Петр закончили гонку. Отстали они от основной группы и, наверное, смысла нету дальше крутить. Попробовали ногу, да, но не удержались. Конечно, в этой групповой гонке очень важно удержаться в лидирующей группе. Тогда есть шансы проехать все 100 километров. А у нас подходит к финишу пятый круг. Вот гонщики нас пусть пойдут на разворот на этот подъемчик коварный и длинный, который разбрасывает всех в течение гонки. И именно этот подъем очень многих сбрасывает с группы. Итак, скоро у нас уже появятся гонщики, которые будут заканчивать пятый круг. Для юниоров это пятый из 15, для элиты и андеров это будет пятый из 25. Так, вот видна первая пачка, уйдут какие-то ускорения. Я думаю, кто-то пытается уйти в отрыв и не отпускает его напарники, друзья по велоспорту. Все команды с разных городов все равно это все друзья. Объединены общим интересом, любовью к велосипеду, гонкам, трудностям, скорости, преодолеванию препятствий, преодолеванию себя. Через не могу все гонки проходят для любого спортсмена. Итак, мы заканчиваем пятый круг. Поддерживаем гонщиков аплодисментами. Федерация Молдовы проводит чемпионат. Идем на шестой призовой. На шестой призовой пошли. Сменами работают ребята. Вы видите, смену первый гонщик сдал в красной майке. Показал локтями и выходит на смену. Куличенко Террасполь, да? Сдал смену. Ребята работают дружно командой. И группе надо это иметь в виду, что впереди идет командная работа. Подальше машины. Сейчас скажем, попробуем сказать. Ага, впереди все же таки вырвались юниоры. Они забирают промежуточные финиша. Нет, в Раби с элитой. В Раби с элитой есть там элита. Но сзади те, кто едут 100 километров, они разумно, конечно, рассудили, что не для них сегодня будет промежутки. Им надо ехать 25 кругов. А юниоры едут 15. Поэтому они себе могут, конечно же, позволить чуть-чуть быстрее ехать темпом, чем старшие ребята, которые едут 100. На 100 километров усталость наступает где-то после 60-70 километров. Уже наваливается усталость, и гонка начинается в последние 30 километров. Кто быстрее выдержит, кто сможет держать темп в последние 30 километров, когда в ногах уже 70. Вот тот и выигрывает. Три часа у нас стартанет категория «Мастерс». 50 человек будут на старте. Такая почуха серьезная собралась в этом году. Федерация велоспорта «Молдовы» включила категорию «Мастерс» любителей в официальный протокол соревнований. Их тоже награждают на чемпионство. Это благодарность Игорю Шорину. Он придумал и ввел это новшество в регламент чемпионата. Абток, он шорусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, понятно, операторы хотят поближе нам показать прямой трансляции. Но, может быть, да, бывает, что за машинами садятся, но в данном случае, мне кажется, что именно была просьба, чтобы не мешать. Ну, передали по прямой, по связи передали против, операторам все будет сделано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ходу или ему помешает кто-то. У них 4 человека, уже будет сложнее забрать приз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, появляется машина. Внимание! В скором времени на финише появятся гонщики. Будьте внимательны, пожалуйста, особенно с детьми. Идет чемпионат Молдовы по шоссе. По шоссе на кольцовым гонкам. В прекрасном месте Сергееве, уютном. И сейчас будет разыгран промежуточный финиш. Ну, мотивация такая легкая есть, конечно. Напрячься и показать класс на финише, и заработать 200 лей. Призовые – это норма в профессиональном велоспорте. Мотивация материальная, конечно же, есть у спортсменов за их рук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подтягиваются еще девушки наши с Кишинева. Итак, шестой промежуточный финиш. И кто заберет 200 лейт Федерации приз? Похоже, что 46-й номер. Шестой круг закончился. Пошли на седьмой. И вы обратите внимание, элита подтянулась к первой группке. В машине передали, чтобы отъехали подальше. Все нормально. Шестой круг закончился. Поехали на седьмой. 46-й номер. Куличенко. Семен, город Тирасполь, забрал промежуточный шестой финиш. И приз от Федерации 200 лей пойдет в копилку команды. Внимание, внимание, гонщики приближаются. Будьте аккуратны, пешеходы. Отлично. У нас едет пара, пара едет. Браво. Ребята, держимся. Они по группе. 44-й скопировался с 24-м номером. Палладий, Прохор, Кишинев. Скопировался с сестра Тинько-Владиславом Тирасполь. И они вдвоем пытаются догнать основную пачку. Шансы есть. Если вдвоем будут работать, помогать друг другу против ветра, то есть шансы догнать группу. Еще не все потеряно. И они вдвоем работают. Я вижу, меняются сменами. В групповой гонке шоссейной это практикуется по помощи друг другу. Даже с разных команд спортсмены до финиша объясняются. Итак, у нас шесть кругов уже финишировала. Седьмой ждем на финише. Приближается экватор для гонщиков и юниоров. У них 15 кругов. Взрослым Андерам и Элите надо ехать 25. У них еще только начинается гонка. Еще не началась по меркам раскладок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня еще одна гонка. В 3 часа стартует категория Мастерс. Завтра тоже с вами встречаемся на гонку на Кубок Примарии. Критериум завтра будет более короткая гонка, динамичная. И награждение участников по итогам двух дней. Это все в программе завтрашнего дня. Внимание, сейчас появятся ребята, которые идут на седьмой финишный круг, на промежуточный круг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Девятый круг Первая тройка ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немножко она растянулась, поэтому, конечно, прикупилась бдительность ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу поговорить с чемпионом категории Мастерс 2019 года, с Романом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За городом мы едем все-таки в своем таком темпе, да? У тебя хороший рывок, ты переложился в 2019 году с Элитой, да? Ушел, ты единственный, кто ушел из Мастерс? Да, я с Элиты уехал в гору и... То есть ты удержался, я знаю, ты очень сильный, и марафоны ты выигрывал, очень многие последние, мне про тебя рассказали. Что ж, пожелаем тебе сегодня удачи и пожелаем чемпионской майке. Ты достоин. По-моему, последние 5 лет я про тебя слышу, 5-7 лет, или больше ты занимаешься? Четыре года где-то. А, только четыре года, то есть в первых рядах с нами ты не начинал с байком, с Максимом тебя не было? С годом я. Ваша команда с 17-го, да, вот с Родиным, да, с Серегой? Да, 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 все. Отлично, молодцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы ждем девятый промежуточный финиш, чемпионаты Молдовы. Разыгрывается приз 200 лет федерации. И у Гонщиков есть дополнительная мотивация на промежутке напрячься и забрать приз. Ну, и для этого надо приложить больше усилий, чем другие гонщики, и выиграть промежуточный финиш, который, конечно же, заберет немножко сил. Больше, чем надо, возможно, заберет. Уже посмотрим, как рассчитают гонщики свои силы. Девятый круг. Вот приближаются гонщики. Внимательно, кто переходит дорогу. Будьте внимательны, просто приближаются лидирующие гонщики. У нас девятый круг промежуточный заканчивается. Прямая трансляция ведется на сайте, на Винстаграме и на Фейсбуке, на сайте Федерации Молдовы, также на сайте Примерии Аргеева и Консилиума Аргеева. Идет прямая трансляция впервые в Молдове на чемпионате. И кто же, кто же заберет? По-моему, тот же гонщик, что это в прошлом круге, да, забирает 46-й номер. Куличенко, Семен, Террасполь. Все же таки сильнее своих друзей на финише, очевидно. Они хотят, они даже дергаться, отдают ему призовой. Элита контролирует гонку, видят впереди. Заканчиваем девятый круг. Девятый закончили, идем на десятый. Закончили девятый круг, идем на десятый. Катитория Мастерс заявлено 50 с чем-то гонщиков. Надеюсь, что все присутствуют. Все в заявочном листе. Забавский не приехал, но я и не видел заявки его, по-моему, нет. Но я по своим наблюдениям заметил, что нету где-то минимум человек 15, которых точно были в прошлом году здесь. В скором времени у нас будет десятый круг заканчиваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я такой рецепт вижу только, только так Максимально начинать с этими зверьми, которые впереди У нас приближается к финишу 10 промежуточный круг Юниорам еще осталось 5 кругов Лидирует группа из 3 юниоров Им еще 5 кругов останется Внимание на переходе Подъезжают гонщики на большой скорости Будьте внимательны при переходе дороги У нас очередной круг Десятый И поехал Десятый Заканчиваем круг Заканчиваем десятый Пошли на одиннадцатый Три юниора впереди По-прежнему терраспольская команда едет впереди Элита контролирует Отрыв Спокойно едут Сдают смены Кристиану Равяну сдал смену Десятый Закончили круг Поехали на одиннадцатый Передача воды Супруга передала воду Кристиану По правилам разрешено Запрещено будет за 5 кругов до финиша Передача воды и питания Такие жесткие условия в велоспорте Спорт для серьезных Серьезных людей Для женщин, для мужчин Женский спорт профессирует в Европе Все больше и больше набирает популярность Девушки едут почти наравне с мужчинами По скорости и по полной метражу Большой респект, конечно, от мужчин В этом тяжелейшем виде спорта Девчонки нашли себя И наравне с мужчинами Участвуют в этих экстремальных соревнованиях В большинстве случаев, конечно Внимание, Андрей Попик зажигает Это снятие стресса перед дистанцией Такая медитация специальная в группе Мастерс Есть Андрей, руководитель группы Йоги Он учит своих друзей, как подойти к гонке В расслабленном состоянии Продолжай, Андрюхо Очень даже прикольно Мастер-класс показывает Андрей Попик Все-таки категория мастерс Поэтому и мастер-класс 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 И вот есть первые отзывы Для Бальзам на сердце И мне, как ведущему И руководителям Директ-медиа группы Есть уже люди, которые вчера смотрели трансляцию Вот сейчас они с нами, спортсмены И подтверждают, что это бомба Мы ждем на финише 11-й промежуточный круг И юниорам останется 4 круга У нас в лидерах сейчас 3 юниора Безнащук, Владимир Куниченко, Семен И кто-то еще третий там, я не помню 46-й Куниченко, Семен Безнащук Нерамаргун Геннадий В тройке лидеров Посмотрим Дальше по ходу Возможно, они разыграют чемпионство И будет Тираспольский подиум Полный А сейчас мы ждем 11-й круг Финиш 11-го промежуточного Вот-вот гонщики уже появятся Итак, идет чемпионат Молдовы Шоссейная кольцевая гонка Битва за титул чемпиона Молдовы Среди юниоров, андеров И элиты И я вижу, догнали юниоров Все-таки, обратите внимание Группа элиты догнала юниоров Не захотела она отпускать их Хоть и им дольше ехать 100 километров едут андеры с элитой Они все-таки темп юниоров подхватили Хотя им ехать только 60 И вот Кто-то пытается уйти в отрыв Это 11-й круг Призовой будет 12-й Поэтому Браби Андрей пытается уйти Красивое зрелище шоу для нас Андрюха, 12-й будет призовой Следующий призовой Следующий 12-й призовой 11-й закончили Едем на 12-й призовой Закончили 11-й Андрюха, наверное, перепутал круги Но это была репетиция Репетиция финиша Сила в ногах есть 12-й круг Андрюха Следующий будет призовым Вот такие бывают накладочки Кстати, в гонках Очень часто спортсмены Заезжали вторыми На Олимпиаде заехала Женщина Это голландка Второй Она думала, что она первой Конечно, разочарование большое Андрюхе такое же было Сейчас, наверное, 200 лей ушло Потому что следующий круг Скорее всего Не даст такой рывок Уже не думаю, что он выдад Его не пустят Ну, и также очень часто бывало Что перепутывали круг Гонщики финишировали И были уверены, что они победили А оставался еще один круг Путали нумерацию И радовались победе А им говорили судьи Еще один круг Вот Андрей Врабий Сейчас перепутал Промежуточный Явно он хотел ускориться За призом И разочарован был немножко Вместе с Лауренцию Ну, ничего Сейчас на 12-м Попробует матч-реванш Попробует второе кольцо Тоже выиграть Ошибки-ошибки Бывают в велоспорте Конечно, когда думаешь Только про гонку То тяжело Вспоминать про все остальное Когда ты озадачен Именно своим раскладом Своим самочувствием Концентрацией Чтобы войти правильно Поворот Чтобы не заголодать Чтобы не упустить соперника И тут еще надо думать О каких-то промежуточных кругах Не все успевается В этой жизни Итак, у нас сейчас Ожидается финиш 12-го круга Он же и промежуточно Призовой Ошибочно рванул Андрей Врабий на 11-м кругу Посмотрим, хватит ли ему сил Повторить рывок на 12-м Да, ждем, ждем, ждем Гонщиков Сейчас будет Разыгран промежуточный финиш 13-го круга От Федерации И юниорам Останется ехать 3 круга А элите Еще останется ехать 13 кругов 100 километров Дистанция взрослой элиты И юниоры едут 60 километров Уважаемые зрители Идет второй день чемпионата Молдовы Второй год подряд Аргеев гостеприимно Принимает нас У себя С центральной улицы Спортсменов Велосипедистов Спасибо вам большое Извините за беспокойство Причиненные эти три дня Но на самом деле Нам очень интересно Проводить соревнования Именно здесь у вас Красивые дороги Очень эмоциональный фон Очень приятно Находиться у вас В красивейшем месте Молдовы У подножия Кодор Ну и гонка Очень зрелищная получается Видят тренера Видят знакомые Своих гонщиков по кольцу Подбадривают их Это намного интереснее Чем конечно Крутить на шоссе За городом Хотя трасса сложнее По факту Повороты В городе Конечно Доставляют Хлопот гонщикам Очень часто И падения Из-за поворотов На трассе Обычно Идет только Один разворот Как правило А здесь Очень много поворотов Коварных 90 градусов И гонщикам Приходится проявлять Мастерство Дополнительно Еще и Маневрирование На велосипеде Учитывая Сцепление с дорогой Пока погода Помилуют Мы не попадаем Еще в дождь Но конечно Если когда-нибудь Будет дождевая гонка Повороты Станут Еще опаснее И надо будет Обязательно Медленнее Проходить Тихо Хозяин Машины Лада 1300 С FDI 529 Пожалуйста Просьба Убрать машину Со Штартового Городка Итак Внимание Переходим Через дорогу Аккуратно Приближается Группа Гонщиков Которые Сейчас Будет Разыгрывать Промежуточный 12 Финиш На призы Федерации Молдова 200 селей Будет Первому Кто пересчет Черту На 12 Кругу Это дополнительная Мотивация Для зрелищности Для зрителей Больше даже Чем для гонщиков Но явно Вот Ну кто-то Это по-моему Враби Андрей Все что По-моему Он все-таки Хочет забрать Этот приз Он на 11 Кругу Ошибся И поехал Раньше Времени На круг И нет Это он Да Андрюха Враби Забирает Промежуток Поаплодируем Поаплодируем Андрею Враби Браво Андрей 12 Забираешь Призовой Молодец Нашел силы Рестартовать Группа Отпустила Андрея Может быть Даже решили Немножко поддержать Спортсмена Он ошибся 12 Закончили 12 Закончили Идем На 13 Круг Ну Видели они Что он ошибся Конечно И наверное Я тоже подумал О том Что Командный дух Поддержать Человека Да Ну Юниоры 15 Еще Три Круга До Финиша Юниоров И через Три Круга Мы узнаем Кто Будет Чемпионом Молдовы В категории Юниоры 2021 2021 Года В категории В категории В категории Все Все-таки Все-таки Решили Не отпускать Задушила Жаба Как говорится Простым языком Элиту Что Впереди Попереди Едут Молодые И Подтянулись Они К ним В категории Стал Буяну Лауренцию Город Бельцы Три круга юниором До финиша Они сейчас заканчивают Одиннадцатый Тринадцатый заканчивают Алеша, готовься, там колокольчик скоро будет Через круг, через круг Я тебе скажу И Лауренцию Буяну Это представитель города Бельцы Он в этом году Делегирован на чемпионат Европы Взрослый Который состоится в Италии В Турино в сентябре Он заявлен в списке от команды Молдовы На чемпионат Европы Посмотрим, удастся Лауренцию Удержать в этом году Пока он ехал в группе Отпустил троих конкурентов В Сирасполе Он не погнался за ними О чем это говорит Мы увидим Это тактика Или Лауренцию не так хорош в этом году Дождемся Через три круга Будет все понятно Субтитры создавал DimaTorzok Ветерок поднялся немножко Для Мастерс Хорошие новости Мастерс подтягивается Подтягивается Вижу представителей Мастерс Кафаро Григория Приветствую Что сегодня не участвуем Что было падение Или что почему хромаем На развороте Где упал Нет Короче бандитская пуля Да Да Вчера бандитская пуля Немножко выбила из строя Одного из мастерс Итак Все Закончили Итак С минуты на минуту У нас должны появиться Гонщики Будут заканчивать Тринадцатый круг Вот я уже вижу Машину сопровождения Значит они рядом Будьте внимательны Пожалуйста Через дорогу Идет велогонка Детки аккуратнее Уходим с дороги Родители Пожалуйста Следим за детьми Велосипед может Очень тихо подъехать И незаметно Мы принимаем Спортсменов На тринадцатый Финишный круг Едут сильнейшие Гонщики Молдовы И благодаря тому Что это в городе В вашем прекрасном Аргеве Есть возможность Наблюдать Действительно Эти скорости Со стороны Через телевидение Через телевидение Тоже можно Кто не приехал Онлайн трансляция Предоставлена Компанией Директ Медиа Групп На фейсбуке На страничке Федерации Велоспорта Молдовы И все-таки Кто-то пытается Именно на Финише Тринадцатого Все-таки Разорвать группу По-моему Это Буяну Лауренц Нету вторым колесом Идет И нет Не он Бумба Идет вторым колесом Заканчиваем Тринадцатый Круг Браво Ребята Поднимается Скорости Натягивает Кризиан Роляну Крисян Натянул Начал Звать Тринадцатый Круг Закончили Тринадцатый Закончили Тринадцатый Андрею Врабию Тяжело Стало После финиша Что и следовало Ожидать Андрюха Добирай Не расслабляйся Не отпускай Отпустить группу Это приговор Потому что В одиночку Невозможно Ехать с такой скоростью Как группа И вот Андрей Врабий На грани Фола Я надеюсь Он дотянет До вершины И на спуске Догонит группу Пожелаем ему Удачи Андрей Врабий Прошлым Чемпион Молдовы По шестеному Велоспорту В юности И По окончанию Юнорской карьеры Он сам Тренер Сам занимается Маунтинбайком Триатлоном Бегом Он участвует Во многих Спортивных соревнованиях И побеждает В них Именно на Хорошем уровне Держит себя В форме Андрей Врабий Молодец Как любитель Конечно Но Очень хорошие показатели У него мощностные Характеристики Очень сильно Он работает над собой Пожелаем ему удачи Будем ждать 14-й круг Диджей Скоро будет колокольчик Готов? Алеш Скоро колокольчик будет Сейчас когда будет подъезжать Будем делать колокольчик Для юниоров Готов Все нормально Юниоры Сейчас идут На 14-й круг Заканчивают И им пойдет Последний круг Будем поддерживать Юниоров Мастерс подтягивается Браво Встречаю Знакомые лица На разделку пропустил Почему? Экономил силы Или стратегия Тактика? Не Я командовал Ну да Такое есть Чтобы на грузе На тренировке Вчера вкатывался На тренировку ездил Отлично Ну сегодня так и рассчитывали Мы 50 человек собрались По протоколу Даже больше Так что Увидим многих сегодня Хотя многие не приехали Забавский Сачканул Представляешь? Впервые вижу Такой сачкизм С его стороны Привет обязательно Он наверное в прямом эфире Вадик Вадик Ты слышишь? Дядю Андрея Золотарева Привет тебе Сбельс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, у нас завершается 14-й круг и останется один круг до финиша юниоров. До розыгрыша чемпионской майки Республики Молдова по шоссейному велоспорту останется один круг. Уважаемые зрители, кто сейчас находится рядом с финишной линией, пожалуйста, можете задержаться, если есть время, на 5-10 минут. И увидеть финиш юниоров, сильнейших юниоров Молдовы. Им остается один круг. Вот они уже видны на спуске. И сейчас, когда они приблизятся, мы им дадим колокольчик последнего круга. И через 5 минут буквально мы увидим финиш чемпиона Молдовы 2021. Кто им будет, посмотрим. В прошлом году это был Бельчанин Буянулау Республику. Будем ждать и наблюдать, кто в этом году сможет стать чемпионом. Повторит ли свой титул, подтвердит ли Лауренцию, либо это будет другой спортсмен. В категории старшие юниоры, например, стал чемпионом в этом году гонщик, который занял в прошлом году шестое место. И несмотря на то, что он был шестым, он выиграл еще с большим запасом через год, стал первым. Итак, мы видим машину. Внимание, диджей, готовься с колокольчиком, пожалуйста, Алексей. Внимание, при переходе через дорогу скоро появятся гонщики, которые будут идти на последний круг. Скорости возрастают. Будьте внимательны, пожалуйста, через дорогу, особенно с детками. Следим, пожалуйста, за трассой. Приближается группа, которые сейчас юниоры едут вместе со взрослыми, элитой, но юниоры пойдут на последний круг. Мы для них дадим сигнал колокольчика, который обозначает во всех соревнованиях последний круг. Внимание, диджей, колокольчик можешь включать. И мы слышим обозначение последнего круга для юниоров. Юниорам последний круг, 14-й заканчиваем. Юниоры пошли на последний круг. Юниоры на последний круг. 14-й круг закончили. Впереди в отрыве увидел одного юниора, как минимум, вместе с элитой. Он смог удержаться со сильнейшими взрослыми гонщиками. Лауренцию Буяну в лидирующей группе. И посмотрим, растянулись, по-моему, юниоры. Все-таки натянула группа, элита натянула. И не все удержались с лидирующей группой. Леша, колокольчик даем. Колокольчик, последний круг для юниоров. Юниорам последний круг, друзья. Последний круг, работаем втроем. Меняемся сменой. Последний круг, 14-й закончили. Идем на финиш. Итак, доезжают юниоры. Им еще остался последний круг. Элита натянула, уехали. Браво, юниоры. Последний круг. На 15-й идем, на финиш. Идем. Последний круг. Ну что ж, друзья, будем ждать нового чемпиона Молдовы 2021. Кто им будет, старое лицо, в смысле старые знакомые, либо новый спортсмен. Еще буквально 5 минут, и мы узнаем. Андрей Враби немножко сбавил темп перед охлой. 14-й закончил Андрюха. Еще один из кругов. Браво, Андрей Враби. Тяжело, тяжело. Он в два раза ускорился. Потратил силы, и тут расплата пришла за это. Все-таки ветер подул сильнее в этот город. И одному ехать против группы очень тяжело. Андрюха немножко выпадает из группы. Если динамика будет отрицательной, скорее всего, будет досрочно закончить Андрей гонку. В прошлом году Андрей был третий, да, Враби? Я не помню. Третий ему был. Кто помнит? Враби не был третий в прошлом году в группе? Нет, да? Ну, на критерийме он был третий, нет? Он брал третье место. Или разделку, или критерийум в Враби, нет? Да, тяжело, конечно, тренироваться самому и участвовать гонщиками элиты, которые участвуют, большинство элиты участвуют в профессиональных командах Европы, имеют наказ, соревновательный опыт с другого уровня, чем у нас, конечно. Андрюха чувствует эту конкуренцию. И мы ждем на финише. Буквально через пару минут будет финиш чемпиона Молдовы 21-го года. Попросили перед стартом элиту и андеров, чтобы они не мешали финишу. И поэтому они сейчас должны отпустить юниоров. Если есть впереди в отрыве юниоры, они их отпустят на финиш, чтобы те разыграли по-честному между собой, чтобы не тянули их взрослые, более сильные ребята, не разозлили на финиш. Это была просьба от главного судьи. Сегодня главный судья у нас, генеральный председатель Федерации Украины и города Киева, Ярошенко Олег Павлович. Ну что, тренера ждут своих воспитанников. Пульс поднимается у тренеров. У спортсменов он уже давно зашкаливает за 180. Это 100%. Кто же станет новым чемпионом Молдовы 2021? Узнаем скоро. Вот на спуске же видны участники. Совсем скоро мы узнаем с вами победителя 60-километровой шоссейной гонки в Аргееве 20-21. Внимание судьям на финише, пожалуйста. У нас будет финиш буквально через 2-3 минуты. Внимание всем! Кто поддерживает велоспор своим вниманием. Спасибо всем зрителям, кто сейчас с нами. Через пару минут вот уже видна машина. Мы с вами увидим финиш чемпиона Молдовы 2021. Разыгрывается чемпионская майка среди юниоров. Они ехали 60 километров и идут последние метры финиша. Эту тяжелую затяжную гору выиграть непросто. И кто впереди? Сможет ли прошлогодний чемпион подтвердить свой титул? И по-моему, таки он это делает. Впереди, по-моему, и есть Буяна Лауренцу. Прошлогодний чемпион. В беломайке он был в этой гонке. Но его догоняет тот из Кишинева или Тирасполя. Смотрим. Нет, все-таки не успевает догнать. И на зубах и чемпион. Заезжает Бельцы чемпион. Второй год подряд. Браво Лауренцу Буяну. 49 номер. Второй. Ребята разыграли между собой. Закончили 15-й круг. Поехали на 16-й. Элита поехала дальше. 49 номер. Второй у нас это Биснащук Владимир. Город Тирасполя. Поздравляем тренера Юрдика. Анатолия Юрдика. Поздравляем с успехом. Второе место. И также поздравляем тренера Панкова Валерия. С успехом воспитанника. Второй год подряд становится чемпионом его воспитанник. Лауренцу Буяну. Город Бельцы. Браво. Показали класс ребята. Показали красивую гонку. Разложились по трассе как надо. И на финише конечно чуть-чуть не хватило Владимиру Тирасполя. Чуть-чуть не добрал. Этот подъем конечно коварный. Рубит-рубит. Ближе к финишу особенно. Очень тяжело отдать все 100% своих. И правильно рассчитать силы. Так и у нас я вижу финишируют юниоры. Заканчивают юниоры. 15-й круг. Давайте поаплодируем юниорам. 2021 они участвовали в тяжелейшей гонке. 15-й круг. Финиш юниоров. Браво. Юниоры закончили. Андеры поехали на 100 километров. И команда Тирасполя дружно пересекла линию. Они друзья по жизни. Уважаемые зрители. Действительно. Велоспорт объединяет. Объединяет с терпением. С силой воли. Борьбой. Травмами, которые есть в велоспорте. К сожалению, есть неотъемлемая часть. Неотъемлемая нашего спорта. И очень здорово, что ребята заехали так вместе. Это очень символично. А у нас продолжается гонка, друзья. Продолжает 4 человека. Нет, не 4. 10 человек продолжают ехать еще. Им еще осталось 10 кругов. 40 километров осталось. Проехать четверым участникам. Они едут 100 километров. И мы будем с вами следить уже за ситуацией среди сильнейших гонщиков. То есть юниоры все-таки были на предпоследней ступеньке. На укладку. На укладку. Ребята, кто финишировал юниоры? Пожалуйста, обязательно на укладку. Особенно те, кто в первой тройке. Юниоры, первая тройка. Пожалуйста, Безнащук, Владимир, Лауренцу, Буяну на укладку. Третий. Я не знаю, кто был третий. А, это вот они. А, все три. Так, ребята, те, кто друзья, товарищи, мушкетеры заехали втроем на линию. Пожалуйста, на прокатку все. Все, кто юниоры заехали. 5 человек на прокатку. Пожалуйста. Андрей Враби, аплодисменты. Пятнадцатый круг закончил Андрюха. Еще десять. Тяжело было сегодня Андрею. Но, может быть, отдал много сил на раздельном старте. Награждение будет по раздельному старту. Вчерашнему дню будут завтра. Вчера была индивидуальная гонка. Первый день чемпионата Молдовы. Сегодня и завтра у нас шоссейные кольцевые гонки. Только что финишировали юниоры, юные таланты Молдовы. Второй год подряд стал чемпионом Молдовы. Бельчанин Лауренцо Буяно. Занимается он совсем недавно. Не больше пяти лет. Пришел в велоспорт очень поздно. В 16 лет на велобазу. В Бельце его принял тренер. И не прогадал. Вообще на велоспорт, конечно, желательно отдавать где-то с 13 лет. Лауренцию пришел довольно поздно. Но тренер увидел в нем будущего. Звезду будущую. И вот Лауренцию еще и будет нашим представителем от Молдовы на чемпионате Европы в Турине и в Италии. А сейчас на трассе 10 гонщиков. Еще 40 километров до розыгрыша майки самых сильных спортсменов Молдовы. Категория Андер осталась. Одна майка и категория Элита. Две майки будут разыгрываться чемпионских. Еще 10 кругов. Ребята, на укладку, пожалуйста, первое и второе место. И кто финишировал втроем? Мушкетеры, пожалуйста, с Террасполя. Три мушкетера, пожалуйста, на укладочку. Кто втроем обнялся и проехал? Все 5 человек. Первое, второе, третье, четвертое, пятое место на укладку, пожалуйста. В обязательном порядке. Кто финишировал, ребята, втроем одновременно? Террасполя, пожалуйста, на укладку. позови все кто вместе они поехали дальше они уехали мужчина на заправку итак у нас укладку прошли первые два спортсмена 3 спортсмена уехала не проходят пока обязательную проверку передач соотношение передач юниоров что решат судьи посмотрим я хочу взять интервью победителя двухкратного чемпиона молдовы лауренцы бояна лауренко расскажи пожалуйста как сегодня по сравнению с прошлым годом ты себя чувствовал честно тяжело очень тяжелее чем в прошлом году досталось звание да очень когда почему андрей враги ошибочно спрутанул на 11 ты был чем-то недоволен чем было вызвано ты апеллировал к андрею или к судьям кому на 11 кругу когда андрей ошибочно натянул ты не помнишь ну я не понял я тоже там перепутался а ты 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 за ним рванул хотел забрать веселее потом понял что ошиблись да 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 и потратил немножко сил правда андрея враги рубанула ты видел у нас стал капитально два ускорения сказалось на каком ты начал финиш и ты чувствовал сзади что тебя догоняет ну так немножко было тяжко но все равно ну ты где ты понял уже где-то ближе к финишу что уже ты чемпион да за пять метров до финиша уже понял это да да ну да чувствую что он тебя не добирает хотя он тоже прибавил но ты заехал к отрывом корпус как минимум велосипеда браво поздравляем когда ты едешь турин в какой категории там будешь участвовать юниоры есть и чемпионат европы да то есть кристи роляну будет по элите 30 по элитам а я по отлично два представителя с бельс в этом году едут на чемпионат европы от молдовы по юниорам будет бельчанин наш чемпион лауренсу буяну и по элите бельский чемпион прошлого года многократный чемпион молдовы кристиану роляну в этом году кстати ему тасса ли ему подтвердить титул прошлогодний гонка всегда это непредсказуемая финиш сюрпризы могут быть со знаком минус любой момент итак у нас заканчивается одиннадцатый круг какой шестнадцатый да нет это у нас это юниоры да по-моему это проехали андеры которые отстали от первой группы они закончили только пятнадцатый круг и могут и конечно еще и догнать на круг первая лидирующая головка пока мы ждем финиш шестнадцатого круга на прокатку приехали ребята на мушкетеры отлично молодцы красиво финишировали здорово кто-то из вас будет третий будем решать по фотофинишу первые два места были первой пачки вы заехали кто-то из вас третий не знаю кто что судьи решат итак мы ждем шестнадцатый круг нас без за завершению близится чемпионат молдовы по категории элита и андеры после шестнадцатого круга у нас всего лишь девять останется тренера команды террасполь главный судясток на соревнований олег павлович просит подойти представителя команды террасполя финиширующих ребят втроем тренера ребят подойти главному судья к судейскому столику уважаемые тренера города террасполя чьи воспитанники финишировали втроем андрей враги проезжает девять кругов осталось андрюхи нет 10 уважаемые тренера города террасполя чьи воспитанники и лебедев николай павлович пожалуйста подойдите главному суде соревнований к судейскому столику я все кто собрались сегодня поболеть за юных спортсменов за профессиональных спортсменов которые сегодня у нас есть мы ждем 16 круг финиш 16 круга взрослые гонки 100 километровые гонки 25 кругов 16 мы сейчас закончим уже будем заканчивать 16 круг следующий круг 17 будет разыгран приз от федерации 200 лей этому на 17 кругу возможно ускорение на финише посмотрим как у ребят 16 круга это почти 70 чем-то километров как у них сохранились силы вот они уже появляются у нас внизу благодаря прямой трансляции мы видим всю гонку целиком на сайте федерации велоспорта молдовы на сайте примария ргеева мы можем наблюдать гонку прямой трансляции впервые в истории чемпионата в молдовы на фейсбуке и в инстаграме внимание кто приходит дорогу приближается гонщики будьте аккуратны и осторожны особенно детей возле себя держим пожалуйста приближается гонка гонщики на большой скорости итак заканчивается 16 круг впереди бельчанин чемпион молдовы двадцатого года кристи роляну вместе с своими товарищами по велоспорту втроем они едут 16 круг следующий призовой 17 следующий промежуточные друзья элита разорвала группу 10 человек должно остаться сейчас на дистанции 100 километров трое впереди значит семеро разорвалось по трассе самые сильные или то все таки уехали и андеров все таки андеры не уцепились сказывается возрастной возраст сказывается силенок все таки чуть поменьше физики хотя бывает исключение из правил в мировом велоспорте чемпионы и становятся и в 20 с чем-то лет и так это и я хорошо накладочка вышла я перепутал один круг это был все таки 17 же то есть хорошая новость для всех замельчишила в глазах перепутал круги сейчас ребята пойдут на финиш семнадцатого но если я успею им крикнуть надеюсь они потом забудут об этом инциденте главное чтобы они доехали до финиша андеры андеры доезжают у нас это андера андера да едем 17 закончили да это 17 итак друзья напоминаю после финиша элиты у нас самая многочисленная категория мастерс будет стартовать трех часов презентация будет сначала у нас презентация на сцене будет пофамильно будет все расписываться регистрироваться и затем 60 километров мастерс покажет мастер-класс мастерс как правило категория 30 плюс по возрасту от 30 до 60 минимум включительно участвуют гонщики по возрастам но тем не менее ребята тренируются как спортсмены скорости показывают не хуже спортсменов бывают моменты когда и быстрее даже едут ребята с мастерс богатых а Смены-велосипедисты определенного возраста, после 18-20 лет, переходят в зарубежные клубы профессиональные. Там и остаются гонять, и не всегда могут приехать на чемпионат Молдовы. Некоторые гонщики в Америке, поэтому перелет очень дорогой, и они просто не едут. Враби Андрей заканчивает 17-й круг. Андрюха, 17-й заканчиваешь, еще 8 кругов. Не сдается Враби Андрей, тяжело ему стало, выпал он из пачки. А вот команда товарищей и друзей Сергея Родина, основателя любительского велодвижения Молдовы, основателя группы Мастерс по велошоссе Сергей Родин. Он с супругой активно сам принимает участие во всех мероприятиях Молдовы, в чемпионатах Молдовы, проводит свои соревнования от своей фирмы. Спасибо, Сереге, за продвижение шоссеного велоспорта на другой уровень. 18-й круг заканчивается. И стеялись 18-й, 17-й уже был финишный, это 18-й круг, не разыгрывайте финиш. Ребята, не разыгрывайте финиш, я ошибся, это 18-й. 17-й уже был, я просто пересчитал. Просто едем, заезжаем, это 18-й. Это 18-й круг, я ошибся на круг, это 18-й. Воды, воды, там просит Крисия Роляну. Кто, пожалуйста, в группе поддержки по воде, он просит воду, еще можно давать. Супруга Роляну должна быть рядом. Ага, да, передали воду, спасибо, спасибо гонщикам. Кто передал, Андриху Новиков, по-моему. Спасибо Андрею. И, пожалуйста, внимательно, друзья, еще можно передавать воду. Кто на передаче воды, пожалуйста, обращайте внимание, запросов спортсменов. Питание и вода – это необходимые элементы гонки. Если не подпитаться в уровне водой и питанием, то идет истощение организма, обезвоживание. Соответственно, спортсмен может просто от истощения сойти с гонки и не смочь поддерживать такую большую скорость. 18-й круг, осталось 7 кругов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, у нас в категории Андре лидирует Бумбу Николай. Он в первой тройке вместе с, по-моему, Сабельниковым и с Кристи, да, Реляну. Если к Кристи, Реляну и Сабельников едут по элите, это отдельная майка, то Бумбу Николай едет в категории 23 до 23 лет Андеры. И получается, что Бумбу Николай – текущий лидер по категории Андеры. Уважаемые девушки, которые сегодня у нас были на регистрации гонщиков. Еще два гонщика «Мастерс» подъехали и просят получения номеров. Вот она идет. Вот она. Спасибо. 18-й круг закончился. Браво. Мимо проехал 25-й номер Александр и 22-й номер Горибян Аман. Из Кишинева Ткаченко Александр. У нас Александр Ткаченко, да. Александр Ткаченко, город Тираспольт, тренер Шевчук Вячеслав. Ну, получается, Горобин у нас идет в борьбе за третье место Аман. Получается, если первый Бумбу, Ткаченко и Александр борются за второе место, да, с Арманом. Потихонечку подтягиваются участники заезда 60 километров группы «Мастерс» к стартовой линии. Заявлено больше 50 человек. Надеюсь, что все есть, кто в заявочном листе. Заявлено больше 50 километров группы «Мастерс» к стартовой линии. Заявлено больше 50 километров группы «Мастерс» к стартовой линии. Так, приближается у нас 19-й круг. И... Андрей заканчивается 17-й круг. Андрей Раби, многократный чемпион триатлонов, марафонов и многих гонок Молдовы. Не пропускает ни одной гонки. Андрей сам тренируется, сам тренирует. Браво, Андрюха. А мы смотрим 19-й финиш 19-го круга. Элита. Впереди три гонщика. Бумба Николай. Кишинев, Роляно Кристиан и Андрей Собельников Кишинев. 19-й групп заканчиваем. На 20-й пойдем на промежуточный. На 20-й призовой. Следующий призовой. 19-й закончили. Итак, у нас расклад следующий. Два представителя элиты едут впереди. Это Кристиан Роляно Бельцы и Андрей Собельников Кишинев. С ними едет Андр, Бумба Николай Кишинев. И сзади едут два Андера. Еще сейчас они подъедут. Два Андера у нас будут разыгрывать второе и третье место. Скорее всего, если не заколется и ничего не случится с Бумбой, то второе место должны будут разыгрывать между собой Ткаченко Александр и Горебян Аман. И Андрей Враби из элиты. Он получается на третьем месте. Едет. Сейчас будет разыгранное 200 лей. Приз от Федерации 20-й круг. Ждем розыгрыша. Итак, друзья, сейчас мы ожидаем розыгрыш призового 20-го круга. Элиты Молдовы. И останется им ехать 5 кругов. 20 километров после розыгрыша круга. 80 километров будет ровно, как они проедут. И ориентировочно около 3-х часов будет дан старт последнему заезду 60 километров в этот день. Разыгрывать майку будет категория Мастерс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 19-й закончили, ребята. Еще 6. Браво. Разыграем 2-е и 3-е место. 19-й круг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, ожидается 20-й круг промежуточный. Уважаемые родители с колясками, сзади может наехать гонщик. Будьте внимательны, пожалуйста, чуть-чуть все-таки правее, чтобы вот-вот могут появиться гонщики. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, внимание, видим машину номер 1. И сейчас, значит, появится вот-вот вторая машина, которая уже непосредственно перед участниками ведет трансляцию онлайн. Впервые в истории в истории чемпионата Молдовы. Сейчас три спортсмена разыграют финиш. Не знаю, или Раль, но Кристи заедет. Нет, я вижу, Бумба вышел. По майке, мне кажется, пытается Бумба забрать промежуточный. И все, ребята, пожалуйста, аккуратненько едет гонка сзади. Детки, будьте внимательны, внимание, уважаемые пешеходы, кто переходит. Сзади идет велогонка. Надвигаются спортсмены на большой скорости. Будьте внимательны, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, сейчас будет розыгрыш 20-го круга. Две стилей от Федерации приз. Кто заберет промежуточный приз, мы сейчас узнаем. Впереди Бумба Николай. И сейчас будет, наверное, финишное ускорение. Мы понаблюдаем. Идет розыгрыш 20-го круга. Приз, приз сейчас идет на 20-м. Бумба Николай забирает призовой. Группа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрюха с друганами решил покататься, да. Что одному кататься, смысл? Догнали Андрюху в Раби. Естественно, он уже не отпустил. Да, и он... Нормально, он доедет сейчас с друзьями, покатается, подготовится к следующему своему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА